Ты модель. Сделай так, как я тебе сказал. Мы же живем в эпоху креативной экономики. Можно нести чепуху, а вы когда-то несли чепуху? Из какого состояния я принимаю решение? Творческий кризис, креативный прорыв. Лев, вернитесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анна Костальская. В эфире очередной выпуск подкаста «Чистый лист». Подкаст «Чистый лист» — это разговоры с интересными людьми о творчестве. И сегодня у нас впервые самый экспертный эксперт по творческим состояниям, тренер творческих состояний Лев Шаков. Приветствую всех. Я целенаправленно искала специалиста, который занимается творческими состояниями. Чтобы поговорить об этом состоянии, об этом направлении экспертно. Можем поговорить, а можем даже и побыть в нем какое-то время. Очень хорошее предложение, потому что... Что, вот сейчас мы не в творческом состоянии. Я вот чувствую себя где-то сейчас на границе. И это будет про мое представление. Я могу, конечно, функционально назвать, что я тренер творческих состояний. И это я произносил десятки, сотни раз. И другой вопрос. А вот как я сейчас, в этот момент, замечаю реальность в контакте с вами, с камерами, которые здесь находятся? Еще у меня есть какая-то профессия. Да. Я тот человек, который могу поддержать разные системы. Человек, команда, группа людей, сообщество, компания. Войти в творческое состояние. И тут я произнесу во множественном числе состояние «я», потому что мое может отличаться от вашего или от всего происходящего здесь. И тогда появляется такой термин, как неожиданно коллекция состояний. И вот среди наших выпускников и нашего сообщества есть художники творческих состояний, фасилитаторы творческих состояний, режиссеры и продюсеры творческих состояний. И тут мне нравится, что каждый сам себя может найти, понять, с кем он работает и с какими системами. Я точно, когда начинал, я понял состояние все-таки в моем представлении, как тренера, всегда про человека и про группу. А тут я в какой-то момент понял, что, о, мы же живем в эпоху креативной экономики. Термин из какой сферы? Потому что я слышу его впервые, честно говоря. Хотя в нем жил уже 20 лет. 100% мы все в нем и живем. В эпоху креативной экономики. Да, эпоху креативной экономики. Пришло из-за рубежа. И однозначно сейчас в России большая повестка о том, что мы производим не просто какую-то продукцию, это не просто произвести 10 автомобилей, это переосмыслить автомобиль, переосмыслить, как автомобиль взаимодействует с человеком. И тут появляется место для того, чтобы мы все время создавали и придумывали новые. Креативная экономика включает креативные индустрии и специалистов, которые занимаются креативностью, но они могут, например, работать в нефтянке или в каких-то других отраслевых сферах. Получается, что люди, которые постоянно производят, и в них задача создавать новые, ну там понятно, что это помимо того, что создавать, это еще и доставлять до потребителя. Я считаю, что мы сейчас живем в эпоху, по-разному тут произносится, кто-то говорит художников, широко еще говорит слово «творцы». И вот прямо сейчас мы можем функционально просто пообщаться и подавать какие-то знакомые нам определения. А можем, например, каждый раз, когда мы смотрим и слушаем, находить что-то новое. А что если этот эфир сейчас, правда, действительно воспринимать как произведение искусства и неповторимый? Ну произведение искусства немножечко такая, не жмет, не давит произведение искусства. Или просто нет? И вот в какой части меня начнет сжать? Это, кстати, очень хороший вопрос, потому что одна из, как говорят маркетологи, болей наших художников, наших зрителей, это баланс между ценой и ценностью своего творческого опыта и своего творческого продукта. И вот когда я называю, не знаю, свою акварель или свой эфир или свою аппликацию, что-то, что я произвел произведением искусства, как будто бы жмет, нет, Лев, я не могу ошибаться, как будто бы жмет эпоха Ренессанса, как довольно она может немножко поджать, она большая. И мой вопрос, где она жмет? Прям в каком месте тело сейчас жмет? Ну, нет, это не... Ну, хорошо, все понятно в теле, но в некой структуре иерархии ценности произведения искусства. И в этот момент, если мы сейчас перейдем на, например, такой психологический язык и используем язык транзактного анализа, к примеру, да, что это контролирующие родители мне где-то на ушко сообщают, это не искусство. Или внутри меня действительно вот этот трех-пятилетний ребенок, который говорит, о, давайте поиграем, о, а это нет границ, и я сейчас реально так проживаю. Потом из другой части мы можем... Вообще-то после того, как мы снимем это, будет монтаж. Знаете, прикол в том, что практически его не будет, представляете? Ну, практически, но что-то есть. И что-то отрежется, и там у людей свое мастерство включится, чтобы какие-то нюансы подсветить, акценты сделать, с одной стороны камеру сделать, и это уже становится коллективным творчеством. Хотя это может быть просто технологией, и вот мы сейчас подходим к творческим состояниям, которая не передаст то, что здесь между нами рождается. И я лично сторонник того, что между нами что-то сейчас рождается. И это рождается, и вот у нас здесь есть несколько прекрасных людей, которые потом будут, как режиссеры, сейчас выступают. И сколько было историй, когда фильм монтировала бригада, которая никак не участвовала в съемках, и они не словили эту атмосферу происходящую. Они не смогли ее перенести. И я знаю, ревностное вообще отношение некоторых видеооператоров и видеохудожников к тому, чтобы они участвовали в монтаже, а не просто передавали куда-то дальше. Потому что говорит, я увидел, я почувствовал это. И он переносит это дальше, дальше, и потом зритель смотрит, и он участвует в этом. И у нас есть с вами, знаете, вот есть такая штука, вот мы разговариваем, несем какую-то информацию, зритель такой, или что-то сейчас, оп, и он такой переключился, и у него что-то заиграло, у него что-то включилось. Отклик. Есть какой-то отклик, и может быть, прямо сейчас на наши слова у него побежала фантазия, какие-то мысли, ему захотелось взять, например, и сказать, о, у меня это вообще откликается, я хочу прямо сейчас сочинить что-то, нарисовать что-то. И оказывается, что состояние очень заразное. И я сейчас приведу прям очень бизнесовые примеры на примере креативных компаний разных. Пусть это будет диджитал агентство или маркетинговое агентство. Приходит директор, заходит, и все просто рты закрыли, молчат, тишина. А куда он приходит, на совещание? К себе, в офис. В офис? Open space или там какие-то кабинеты. Все, короче, притаились, а некоторые даже начинают создавать такую имитацию деятельности, быстрее ходить по коридорам. Если кто-то в 2000-х годах ходил по коридорам, я просто был тот человек, я видел, и я не понял, а почему даже у меня ноги ускоряются? Что происходит? Вот это создание видимости. Вторая ситуация. Это про систему и творческие состояния. Заходит человек, директор, и ему кто-то говорит, эй, пойдем, ну, потому что там есть какая-то вот эта дух атмосфера. Давай я тебе покажу, что мы сейчас придумали. Идем, 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 скорее, смотри. Воу! Кто-то говорит, да, классно, слушай, а что если еще здесь вот так? Лимонов надо добавить. И что-то между ними случается. Не слово волна приходит, тут слово отклик есть. И хочется вместе создавать. Я знаю компании, где люди говорят, я здесь даже предлагать ничего не буду. И мы это можем перенести, правда, и на такую систему, как человек. И внутри меня тоже есть... На субличности? Есть какой-то условный директор. Давайте вот я просто сегодня развел язык на транзактные анализы. Например, там контролирующий родитель, который говорит, это нельзя, это плохо, это не такая черта. А есть другая моя часть, которая говорит, вау, вот это мир красоты. Я нарисовал дверь. И если, вот я вспоминаю своего ребенка, который когда в возрасте трех лет подходит, и говорит, это дверь в космос. Я такой смотрю, это три года, она мне говорит, это дверь в космос. Я такой, вау. Или я смотрю, когда мой ребенок бежит, прорывая пространство во всю прыть. Я вижу, что она несется полностью. Она не имитирует, что она бежит. Знаете, взрослый, он говорит, а покажи, что ты тянешься за вишенкой. Или она действительно тянется сквозь, она видит эту вишенку, потому что в этот момент. И возвращаясь к фразе про, что мы тут создаем, я в этот момент, проживаю этот эфир так. Возможно, для другого человека или даже возможно, когда я проживать буду его в качестве зрителя, я буду воспринимать это совсем не как искусство. Но в этот момент, когда я создаю, я точно выхожу за какие-то свои пределы. Как минимум, повторение тех же самых слов, которые, может быть, я произносил, или, как минимум, той же самой техники. Я родом из театра. Мне очень понятно, что театр – это максимальная технология. Но если это будет только технология без творческой части, это будет какая-то очень суррогатная часть. Если только творческая часть без технологии, то, скорее всего, я прям вижу, как некоторые перформансы иногда размазываются, их неинтересно смотреть. И просто я понимаю, что там какой-то свой процесс идет. Могу перформансом назвать в том числе спектакль? Или это какой-то отдельный? Я могу и спектакль назвать перформансом. Если там начинает происходить перформанс, это может быть вообще перформанс, связанный не с театральными действиями, а, например, с изобразительным искусством, например, с живописью. Я думаю, легко может художник, который почувствует себя в этот момент перформером, есть зрители. Ну и важные два фактора еще – это время и место. Вот мы соединены в этом пространстве. Если вопрос был не риторический, в рамках транзактного анализа, кто, например, внутри меня, на кого давит термин произведение искусства, то я все же на него отвечу. Потому что есть, с одной стороны, ну вот эти субличности или фигуры, как в транзактном анализе, а есть некая все же шкала, не то чтобы объективности, ладно, допустим, нет объективной реальности, принятой реальности, в которой, несмотря на всю волшебность двери, которую нарисовала ваша дочь, или несмотря на всю заряженность эфира или диалога, который мы с вами ведем, определяет этому акту некое место. Дверь вашей дочери не повесят в Третьяковской галерее. А наш эфир, ну кто и узнает. Может быть, он займет свое место в какой-то иерархии просмотров, может быть, нет. Я к тому, что произведение искусства, это не то, чтобы я себе запрещаю называть нашу встречу этим словом. Мне кажется, это просто объективно немножечко бронзово, что ли. Но слышу, понимаю, о чем вы. И даже немножечко как бы подрастерялась, потому что... Нет, вернусь. Вы говорите, наши выпускники бывают фасилитаторами творческих состояний. Это то слово, за которое я зацепилась. Я думаю, кто такие фасилитаторы? Для меня это, знаете, все из облака тегов Сколково, Митболы и вот это все. Кто такие фасилитаторы? Ну, кто такие продюсеры творческих состояний? Могу просто по аналогии, наверное, понять. И выпускники чего? Это откуда выпускаются выпускники? Да, я сейчас расскажу, а потом еще откликнусь про то, как у меня, про эту трехлетнюю, ну, про мою трехлетнюю дочь. Давайте сначала откликнусь, а потом уже пойдем в тему. Вот тут я как раз и... вижу вот эту интересную возможность ходить за границу, переходить ее постоянно, что в момент создания я проживаю эту дверь максимально вау происходящим. И в этот момент я создатель, художник, творец. Потом я могу из взрослого эго-состояния объективно посмотреть, слушай, ну, это каляка-маляка. И это, вот даже некая такая оценочная штука, сделала трехлетняя дочь, и для нее это классно, для меня это особой ценности не имеет. Но раз мы говорим про творческие состояния, то она точно не в тот момент, где я это сижу и оцениваю, а в тот момент, где я или кто-то другой это создает. Даже если это создали десятки людей раньше, я впервые это создаю, я здесь словил это состояние. состояние, вот тут важно сейчас, и мы перейдем как раз к вопросу, мы можем сразу классифицировать на оперативное состояние. Вот в моменте, сейчас раздался громкий звук, я на него оглянулся, и через несколько секунд уже снова в текущем состоянии. Для меня текущее состояние это наша беседа сейчас. Для меня, например, она увлекательная, я с удовольствием готов в ней дискутировать, я готов в ней слушать, я готов в ней придумывать, я увлечен. У меня сейчас вообще-то нет ничего почти вокруг, где-то дальше. Вот есть мы, и я погружен в это. Это оперативное состояние творчества ваше. Это текущее состояние. Оперативное, это когда на несколько секунд отлёкся. Когда выдёргивают. И, кстати, инсайт, некое озарение, оно тоже иногда очень оперативное. Я вот понял как. А потом снова в текущую какую-то деятельность. И если мы перенесём, например, на учеников вашей школы, я уверен, что они, например, когда занимаются, пишут картину, то они славливают это вот текущее состояние. Вот у меня, например, есть подруга, она закончила Репина, вот она 6 лет, как она сам называется, просидела в подвале. Она говорит, я постоянно была... В подвале, для них так важен цвет. Или она сколько? У них мастерская там была, ну вот на Васильевском острове. И она говорит, ну просидела вот в наших... И она говорит, для меня войти в состояние, я просто сажусь, переключаюсь и начинаю создавать, мастерить. Она говорит, ну где-то я как такой вот просто воспроизвожу, а где-то я замечаю, что я начинаю что-то придумывать новое. И сейчас она работает, она работает в геймдеве. Это, кстати, отрасль, да, креативной экономики. Создавать игры. Это создание игр от самых простых приложений, там 2D, до иногда объемных фигур. И она говорит, ну порой творчества там уже мало. Я просто, ну, создаю какую-то реплику, еще повторяю, еще... Но иногда есть вот эти моменты. Вот она точно может для себя как художник дифференцировать, где она просто повторяет и делает рутинные дела. Ремесло, отдохновение. От того, где она такая, о, это сейчас вот так я готова реализовать. И тоже еще важный момент. У нас есть сейчас люди, которые придумывают концепты, есть кто их реализует, а иногда это один и тот же человек. Вот, например, иногда скульптор, он и вообразил это, и может это сам своими руками или там с помощью своей команды сделать. Как режиссер, который представил что-то и потом с помощью коллектива своего создает. И тут, кстати, вот тоже разные подходы. Есть режиссеры, которые дают место творчеству, а есть те, которые давят и говорят, ты модель, сделай так, как я тебе сказал. Тоже, поэтому разные бывают спектакли. Когда впервые оказался в качестве актера, где мне сказали, слушай, а ты можешь прямо здесь попробовать найти и поимпровизировать что-то? И здесь не так важны слова, сколько вот твои действия. Я такой, воу, у меня здесь есть пространство. Я вообще любитель импровизации. Потом занимался много лет импровизационным театром. Потом появляется некое такое длительное состояние. Оперативное, текущее, длительное. Длительное. Вот кто-то сейчас в творческом кризисе последние полгода. У кого-то идет подъем. Если кто-то когда-то влюблялся, вспомните, вот весна, может быть, март, апрель, и вы идете по улице, и вы понимаете, что дышится как-то особо. У вас вот как улыбка, я сейчас прям вспоминаю эту улыбку на лице, что-то в сердце, в груди происходит. Я такой, ба, вот я так хочу жить. Вот расширение. И для меня не просто так звучат слова про измененные, расширенные состояния, которые используются в классической литературе, в публикациях научных. Что такое расширенные, измененные состояния? Это же просто можно пойти в парк на прогулку и прожить вот это трансцендентное, когда я в связи с происходящим. Мне для этого не надо что-то употреблять. Я могу просто... Да, это была моя реплика, что, как правило, это ассоциируется с веществами. И это тоже часть культуры, которая говорит, да, если мы посмотрим фильм «99 франков», кто смотрел, вспомните, а если нет, пересмотрите. Я читал. Кстати, читал книгу, там вообще показывается по-другому, как идет взаимодействие. И возвращаясь к нашей школе и к нашим выпускникам. Наша задача подготовить тренеров творческих состояний, которые могут работать с людьми, группами, сообщественными компаниями, вводить их в творческие состояния. Но ключевое – научить их входить туда самостоятельно. Не чтобы я туда постоянно провожал за ручку. Да, мы протоптали туда дорожку. И, может быть, иногда художник, если слушать, говорит, да это что-то такое. Это же ерунда. С самого детства я это делаю. А представьте, у кого-то жесткий гнет, которому сказали в детстве, ты поешь, тебе медведь на ухо наступил и прыгал там. Ты понимаешь, что медведь тебе на ухо не просто наступил, он там устроил дискотеку. Пожалуйста, не пой. Топай просто ногой сам на дискотеке. И вот этот человек, кстати, мне не так сказали, но про медведя я слышал в своей жизни. А кому-то сказали, ты рисуешь, ну вот это, что это еще за цветочек такой. Давай я лучше это... Прибери, прибери из дома. Вот тоже, такая? А есть была какая-то часть, вот, знаете, вот заботливого родителя, который в каждом из нас есть, ну внутренняя часть, но есть и люди, которые воплощены, говорят, слушай, цветочек, смотри, а попробуй, может быть, еще вот таким образом. А теперь давай сам. Какая, думаете, у меня была оценка по рисованию? Четыре. Это знак уважения к моей маме. Она старалась, да? Знали, что рисует моя мама. Спасибо ей за это. Но там не произошло, конечно, что где-то вот этой связки преподаватель, я, мои родители, вот этого не произошло, что я увлекся. И, конечно, я тут уже во взрослом возрасте скажу, не мама, эй, мам, почему так случилось, или почему там преподаватель у меня был не такой. Конечно, я понимаю, что там, может, было много факторов, и у меня сейчас в любой момент жизни есть возможность начать. И я так понимаю, как раз к вам и приходят, да, люди, которые в какой-то момент готовы, неважно, мне 30, 40, 50, а может быть, уже 65, и я готов начать цветочки. И этому человеку важно дать поддержку помимо мастерства, которые, да, вот штрик нужно носить таким образом, а вот как мы работаем с цветами. А вот мне, недавно я зимовал в артрезиденции три месяца на Урале, село, большой дом, и я просто начал мешать цвета. Впервые в жизни, в 36 лет, я увлекся тем, что у меня была гуашь, акварель, и бумага, пальцы, кисти, я просто начал мешать, мешать смотреть. Это настолько было захватывающее, потрясающее, и в этот момент, можно ли меня назвать художником или не художником, но я точно жил увлекательную свою жизнь в этот момент. Это процесс, безусловно, и процесс творчества, вот именно творчество. Мы это видим по нашим художникам, он исцеляющий, совершенно точно терапевтичный, и как процесс, да. Про результат, получится ли произведение искусства, или все же некий промежуточный этап, но вот это всегда вопрос. Я, так, немножко вернемся, вы говорите «наша школа», я поняла уже, что вы, очевидно, какой-то представляете и, возможно, руководите какой-то школой творческих состояний, а свой путь, вот это был мой первый вопрос, кто такой фасилитатор, и как вы, вот у вас актерское образование, высшее, да, где вы учились? Нет? У меня импровизаторское образование, и я был директором театра, пять лет молодежного, социального театра, который фокусировался. Импровизаторское образование? Да, мы ездили в Европу, и нам показывали методы, как импровизировать, потому что импровизация, это очень технологичный процесс, и есть правила и принципы технологий, и это, конечно, мне пригодилось. И я, когда меня спросят, а ты театрал, или ты из мира театра, я, наверное, больше скажу, что я из мира перформанса, из мира... Мы просто сами сказали, я из театра, я человек из театра. Я из человека из театра, точно я себя так проживаю. Но вот, например, если вот мы начнем сейчас раскладывать этот большой мир театра на разные, там, драматические, академические, то есть то место, в котором мой театр, то, где я попробовал разные, где я понял, что мне не особо интересно просто играть роль, и у меня другой жанр. Мне вообще интересно выступать на улицах. Интересно. Интересно. Мы ездили, выступали, и создавали спектакли с людьми, которые... Давайте вообще про социальный театр пару слов скажу. Это когда мы берем какое-то сообщество, или несколько сообществ, поднимаем волнующие их темы, и на эти темы вместе с ними создаем какой-то спектакль. Вот в Казани был театральный фестиваль, и мы четыре дня делали лабораторию, и за четыре дня создали спектакль на тему инвалидность глазами прохожих. И, кстати, вот сейчас про творческий процесс. Первые два дня приехали разные артисты, профессиональные, художники, живописцы из Союза художников, музыканты. Там специально собирали вот такую коллаборацию людей, которые из разных сфер. Фестиваль чего? Фестиваль социальных театров в Казани. Социальных театров. И там несколько дней первых люди все время как-то себя ставили, что они пробовали показать человека с инвалидностью, с разными особенностями, а потом у них случилось озарение. Были для этого, конечно, созданы технологии. Почему это произошло? Они поняли, ба, мы как раз те люди, мы-то и есть те глаза. те глаза, которые смотрят на инвалидность, и мы теперь будем играть не людей с разными особенностями, а мы будем проживать себя, собственно, самих себя, прохожими. И у них это такой сильный процесс запустило, что есть запись, которые создавали четыре дня лаборатории, как раз вот это мой формат. мы приехали, три-пять дней у нас лаборатория, мы создаем спектакль, мы его показываем, он чаще всего интерактивный, и там случаются чудеса. Ну, потому что зрительный зал взаимодействует, люди из зрительного зала могут выйти на сцену, нет никакой четвертой стены, ну, другой вид, театр, жанр. А теперь отмотаю про путь, это просто часть моего пути, и так случилось, что с 17 лет я начал вести тренинги, полуторачасовые интерактивные занятия, и тогда я просто полюбил взаимодействовать с аудиторией, и она, правда, каждый раз разная. Мы проводили тренинги на кухнях, общежитии, вот если кто, когда был в общежитии, вспомните ситуацию, мы ведем тренинг, человек заходит и начинает курицу готовить, я не могу сказать, слушай, у нас тут идет тренинг, потому что договоренности с этим не было, но у нас была возможность придумать, а что с этим делать насчет импровизации. Мы неоднократно это делали с разными сообществами, в том числе мы ездили в тюрмы, в исправительные колонии, мы там потом приезжали, показывали спектакли, мы с подростками в исправительных колониях ставили спектакли, с женщинами в исправительных колониях с девушками ставили спектакли, это были разные такие жанры, и, то есть, был стык такой, тренинги и соответственно театральные разные практики в широком этом слое вот на этом стыке мы себя хорошо чувствовали ездили по россии ездили в европу в некоторые там центральной азии наши страны и потом просто пошла в перформативную часть и я еще увлекся психологией пошел учиться в санкт-петербургский институт гештальтерапии я тогда конечно пошел с мыслью что это мне пригодится в работе конечно оказалось что это мне в первую очередь пригодилась я чуть больше понял про границы и про собственные про людей и вообще про групповую работу конечно закончили вы получили это образование сейчас скажу да и я отучился первым модуль вот на второй модуль я не пошел и пошел на психфак вот где собственно познакомился там со своим наставником которым мы сейчас активно работаем где познакомился с увлекательным миром психологии и например тем же транзактным анализом и хочу сказать что вот этот интегративный подход для меня стал важным что тренер творческих состояний это не мастер одного удара для меня это специалист который использует разные совершенно техники подходы и может подобрать под человека и к нам начали приходить люди которые профессиональные художники к нам начали приходить люди которые телесными практиками профессионально ваш тренер творческих некоторые говорят приписывают мне потому что это же ты а на самом деле я его увидел услышал в 2017 году и мне ни секунды не было сомнений о это же я и как оказалось что у некоторых наших студентов выпускников в нашем сообществе сейчас 70 человек вот сейчас 50 человек отучились еще 20 человек в процессе обучения как называется ваша школа сообщества тренера творческих состояний мы лицензировали программу выдаем удостоверение повышение квалификации у нас есть академические психологи которые смотрели и все докрутили есть люди которые сошлись со стороны педагогики физиологии и так далее я хочу отметить что техника это конечно инструмент и мы не то что хотим просто обучить 50 техникам техника ввода творческое состояние для меня ключевое это конечно про экологию творчества это как создать среду в которой человек может соприкоснуться с со своим творчеством войти в нужный для не дайте про состояние слова то мы его используем это мое специфичное физическое психо эмоциональное самочувствие это мое мышление прямо сейчас мышление она не лежит где-то там на полочке вот сейчас есть групповое мышление и даже люди ребята которые сейчас операторы тоже влияют на нашу беседу вот мы находимся в едином пространстве это нормально явление также как и артист влияет на зрители и зрители влияют на артист я думаю также как преподаватель живописи или любого или графики точно влияет со своим состоянием на происходящее и важный момент что то как я даже одет как вы одеты как тут все расставлено я зашел такой по приятно мне здесь да и мне здесь уютно мне хочется здесь что-то делать или вспомним вагон метро и преподавать если кто-то видел преподавателя каком-нибудь предмет вот я математики видел однажды он едет и проверяет домашние задания тетрадку с тетрадкой там другое состояние и мы тоже конечно можем войти в это сцене такой знаете отчет из пулемета но там не про место для маневра там не место для замедлиться там просто важно за 10 минут проверить 15 домашних заданий знаете какая задача вот яичницу но такая задача там не нужно никакой творческой станет там нужно функциональное а точное мастерство быстро увидеть и поставить яичница мы с вами можем эту яичницу приготовить в очередной 333 раз одинаково или в какой-то момент я могу так замедлиться а я думаю важный вообще момент про творчество замедлиться остановиться пауза а что я вообще сейчас хочу поесть яичницу прикольно а какую а может быть добавить туда паприки а что если я туда сейчас добавлю еще имбиря вот не пробовал никогда и сгущенки и сгущенки а что если сгущенки ну вот что если сгущенки и вот этот просыпается интерес может быть даже иногда озорство увлеченность ну или мы как скажем на языке бизнеса коллеги ушли в исследование через две недели они вернутся с результатами исследования ну что это значит если ушли в исследование это значит что-то узнать обзор на посмотреть или экспериментально попробовать разного типа исследования и вот я попробовал такой гадость не хочу так больше или прикольно что еще если добавить и вот этот вот интерес к жизни это за пример это пример того что автоматизм и можно любой автоматический процесс превратить творческий и тут важно самому себе сказать опомнись какая сгущенка опомнись опомнись да точно ли сейчас вообще нужно про сгущенку это кстати и про вход и про выход мы же говорим не только про вход в творческие состояния мыши и говорим еще про выходы тоже важный момент когда-то услышите реальность и понять слушайте нам достаточно здесь придумывать давайте сейчас просто из того что мы придумали сузим до и например на языке креативной сессии и мозгового штурма есть этап дивергентного мышления где мы идем на расширение накидываем безоценочно и здесь вот только кто попробует мне сказать что я не художник не создаю искусство я тут задача мои десять минут 15 я придумываю безоценочно вообще если кто-то в этот момент сидит и скажет ой да такого не бывает это невозможно это некрасиво ему надо вежливо сказать спасибо но включи вот этот режим жизнедеятельности через 15 минут а сейчас давай создавать и мы приходим в разный бизнес компании ну например работаем с разработчиками дизайнерами или вообще с командами которые создают там видеоролики и вот если человек сидит вот в состоянии да я все видел я все знаю он обламывает правда и себя и других и вот наше мастерство искусства это перевести его а вот как его перевести с помощью считалочки с помощью арифметического примера с помощью давай включим помечтали вести вот это состояние безоценочного накидывания брейн шторминга вы или просто вот он сидит критическом например да такой контролирующий а вот как и в этот режим жизнедеятельности перевести в то чтобы он дал место место пространство в котором можно можно ошибаться можно придумывать можно нести чепуху алка несли чепуху регулярно классная практика и для кого-то она идеально заходит но иногда мы приходим и есть например от собственник бизнеса и он как раз сейчас вот он только что пришел со звона и зума или с какой-то встречи где принимал важное решение и еще происходит что по инертности он еще пока в той задачи это нормально и моя задача снизить инертность мышлений постепенно его переключить на другую задачу уточню просто раз мы заговорили уже собственно вашем приходе на рабочее место вы так и не ответили кто такой фасилитатор про то что тренер творческих состояний у вас откликнулась вы услышали это я поняла как я увидела тоже про ассоциации первого уровня как я увидела вашу деятельность что ваши клиенты это люди из условного идти условного опять таки вот это все и поскольку все условное идти очень часто вот здесь в голове то ваша задача прийти и немножко сместить этот фокус из головы в тело в центр тела ну и уже дать этому телу освоится в пространстве правильно ли я поняла да и расширю сейчас а как формулирует вот заказчик свой запрос за что вам деньги платят он говорит лев приходи они все в голове также никто не говорит это правда я больше всего работаю вот когда мы говорим с креативными индустриями с фокусом на айти диджитал компании и задача может звучит следующим образом при том и на уровне креативной компании и на уровне топ-менеджмента и собственников то есть иногда это менеджмент который решает совсем другого типа задачи там где нужно переосмыслить что-то там где нужно увидеть себя давайте посмотрим на какой-то продукт вот есть сервис который мы каждый день пользуемся в телефоне и например не знаю приложение по доставке продуктов вот приложение по доставке продуктов одна из простых задач которая может быть а как это приложение допустим интегрировать с каким-то другим сервисом и например можно сказать да ну никак она не интегрируется или как нам пора вообще изменить посмотреть и изменить внешний облик этого приложения или слушать а вот мы посмотрели пользовательский путь человека в этом приложении они пора ли нам сменить нейминг и вот например нейминг я сейчас просто фонтанирую на самом деле вот примеру задач а потом прямо очень точных пару просто заказов своих примеров приведу и у креативной задачи каждый день полно разных вызовов придумать по-новому сделать есть люди кто этим профессионально занимаются а есть люди кто и у них эти многие умеют входить в состояние но они работают в хронической усталости ими годами команду устала моя задача настроить в этой системе если мы говорим не про разовую встречу а как настроить цикл вот у нас и прямо есть нашим нашу методологии vpv модель сейчас расскажу это ничего нового но она переосмыслено ничего нового с точки зрения слов а с точки зрения смыслов что за аббревиатура выдох пауза вдох а работает ли эта система по этой модели действительно ли она делает паузы или она делать так или она все время пытается вдыхать давайте еще 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 и потом люди в лёжку лежат а потом на примере нашей структуры вот нас небольшой очень классный коллектив и действительно наша задача достаточно высокий уровень творческих продуктов это название курсов это направление как понять вдох то мы делаем выдох наверное тоже но выгорание наша проблема как понять делаем ли мы паузу как мы не можем остановиться мы не можем мы маленькие мы не можем перестать крутить колеса велосипеда мы упадем вот кстати интересно что вы сказали вы не можете остановиться а я сейчас сразу с методической точки зрения вспоминаю про творческие кризисы про выгорания это всегда в каком-то месте застой движения вопрос застой движения чего и это становится нам можем поисследовать да позадавать вопрос понять где это движение внутри остановилась ранее это всегда остановка это где-то внутри себя это не просто остановка это внутри меня есть контакт где-то разорвался чего-то с чем-то я например не чувствую больше удовольствия и например благодарности за то что я делаю. Я просто не в контакте со своим эмоциональным фоном. Я вот пришел на работу, и что такое выгорание? Да, я опустошенный. У меня нет контакта с этой частью. Не то, что у меня нет места в моем теле и в моем психическом мире, что я не умею радоваться жизни. Но мне уже больше ничего не радует. У меня просто энергия перестала течь в каком-то месте. Где-то произошла плотина, стоит бобры. И нам надо сказать, уважаемые господа бобры, давайте с вами сейчас будем постепенно разгребать эту плотину, чтобы здесь снова потекло. А чтобы вообще увидеть этих бобров, увидеть плотину, конечно, в какой-то момент нужно нажать на паузу. И вот в этой модели, сейчас прямо расскажу важный момент. Выдох — это про что? Расслабление, сброс напряжения, ассимиляцию опыта. Это прям важный момент. Мы сделали что-то, нам надо это присвоить. Если мы все время в гонке, мы не успеваем присваивать. Если ребята будут сейчас монтировать и снимать каждый день, то у меня вот ребята, которые монтируют, вопрос вам. Даете ли вы время себе насладиться и отпраздновать, а это прям конкретный термин уже, отпраздновать каждый ролик? Вы сделали каждый раз какой-то маленький творческий подвиг. И я вижу, он чуть-чуть качает головой. А почему? А потому что, может, правда сейчас выстроена так система, что надо шарашить эти ролики один за другим? И я сам своему, у нас тоже есть в команде режиссер-монтажер, говорю, мне не нужно идеально, мне не нужно очень творчески, мне нужно, чтобы бизнес понял. И да, я ему даю пространство для творчества, но в какой-то момент мы говорим, слушай, у нас сжатый срок, у тебя просто, я не знаю, до вечера нужно что-то отправить. Ребята вот качают головой, я прям понимаю, что это может быть боль. Сдай работу до вечера. Это боль, которую я озвучила из-за того, что, повторюсь, нужно крутить велосипед, чтобы он не... Вот смотрите, изда на велосипеде, ведь неплохая метафора. Но с одной стороны, если все же у велосипеда задача двигаться, сейчас не будем эту метафору доводить до абсурда, то действительно остановка, надо, то есть нужно найти методику, хорошо бы, в рамках нашей компании, которая позволит, не прекращая движение, сделать вдох, паузу и выдох. Тут я, мы можем сейчас пойти еще в организационный консалтинг, да, и тут позадавать менеджерские вопросы, но я сейчас буду фокусироваться именно на состояниях системы. И вот мы даем время отпраздновать, потому что что происходит во время празднования? Я присваиваю победы, свои личные и коллективные, это очень важно, мы там благодарим друг другу. Это, правда, технологичный, но очень душевный процесс. Мы собираемся реально с командами, директоры, IT-команды, творческие максимальные команды, и с помощью разных техник мы прям вспоминаем, что мы сделали, и иногда очень важно, чтобы один просто другому человеку сказал, «Слушай, а помнишь, был день, вообще был, ты подошел и подставил мне плечо, и для меня это было очень важно, я уже забыл, что я ему подставил плечо, для меня это было обычное действие, может быть, я даже не заметил». Но он сказал, «Слушай, мне прям важно это отметить и присвоить». А кто-то говорит, «Мне важно заметить и присвоить, что я вообще-то продвигаюсь в своем мастерстве». Вообще я заметил, что полгода назад я так рисовал, а сейчас я беру карандаш и могу и с точки зрения мастерства, и с точки зрения чистый лист взять, и у меня нет страха чистого листа, я хочу это присвоить, я хочу это отпраздновать. И когда вот эта ассимиляция происходит, важный момент – ассимиляция плюс расслабление. Каждый раз, когда мы работаем в компанию, заходим, мы первым делом видим, насколько много напряжения. Это уже не тот уровень, это не тонус, это уровень напряжения, в котором мне особо-то хочется и творить. Коллеги, вот я сейчас обращаюсь в камеру. Если кто когда-либо испытывал менеджерский стресс, именно менеджер, управленца стресс, вспомните, насколько в этот момент мы гибкие, я сам такое проживал, насколько мы в этот момент с вами подвижны, насколько мы можем что-то придумать, или мы просто с вами думаем, блин, просто вот сжато всё, скулы аж болят. И после того, как мы попробовали расслабиться, мы даём паузу. А что такое пауза? Что такое пауза в рамках процесса работы? Это время переосмыслить, кто я, кто мы, и куда мы двигаемся. Потому что, возможно, ещё два месяца назад, то, как мы продвигали наши продукты, и то, как мы действовали, и то, как мы взаимодействовали друг с другом, это подходило. Но сейчас мир поменялся, технологии поменялись, мы поменялись. И мы даже сейчас присвоили, что мы уже другие. И в этой паузе важно, что происходит-то? Мотивация. Вот иногда думают, что тренер творческий стресс, это вот просто вдохновить. Сколько не вдохновляет человека, если вот у него он без мотивации быстро раздувается. И вот в паузе человек действительно понимает, я двигаюсь с этой компанией, я двигаюсь с этими людьми, потому что я, потому что мы. И вот эта причастность, это важный момент, вот это прям большой заказ, сейчас запрос внутри компании, чтобы люди понимали, зачем я, мы здесь. И уже дальше, когда у них есть вот эта опора, зачем я, мы здесь. А какая разница, я включился в зуме здесь или здесь? Вот какая вот действительно у преподавателя вашего будет разница, я здесь приду, в зуме отработаю. Но с похода здесь, если он сюда приходит, создаются какие-то условия. создаётся, какое-то, я сейчас пока принесу, потому что мне это неизвестно, волшебство, что он такой, мне хочется сюда ногами прийти, сесть вот в студии и записывать, продолжать заниматься любимым делом. И когда у него это сформировано, дальше мы даём техники, инструменты, чтобы он тебя просто поддерживал. Потому что я сейчас описал длительную, это может идти неделю, время сейчас выдоха, нам правда надо отдохнуть, потом пересобраться, поехать на стратегическую сессию, а потом ещё вдохновиться. А это в течение дня. И даже нашего разговора. У меня сейчас постепенно подходит, что я что-то расширился, высказал, а сейчас я начал замедляться и уже постепенно внутри себя присваивать, что уже достаточно много что произошло и сказано и происходит между нами. То есть у вас сейчас был вдох, сейчас пауза. И я потом, может быть, ещё сейчас подвыдохну. И в течение дня так же у людей происходит. Они себе дают в течение дня выдох. Если я сегодня целый день монтирую, вот у нас просто ребят сидят, монтирую, монтирую, монтирую. Я себе даю действительно в какой-то момент возможность пойти 15 минут прогуляться. Почему люди так? Некоторые любят перекуры. Ну да. Это же не просто потому, что они курят и просто понятно, что кайф вдыхать или ещё что-то. Это возможность просто своими ногами выйти из ситуации, на моём языке, перейти в другое текущее состояние. Это важно всё время переключить состояние, поговорить, подумать о другом. И там иногда и приходят инсайты. А инсайту вообще свойственно сказать, я поработал, я подумал, поделал, дай-ка я пойду посуду помою. Я обожаю, я не пользуюсь посудомоечной машиной. Это моя принципиальная позиция. Но вот могу себе позволить, мою руками. И это мой инструмент, моя техника. И спасибо, я уже столько действительно идеи там придумал и реализовал потом. Потому что в этот момент у меня что-то происходит. Я кайфую ещё. Я в контакте с этим моментом. из какого состояния я принимаю решение. Из какого состояния? уставшего. Мы очень любим работать с метафорой. Давайте поэкспериментируем. Вот если через метафору у вас сейчас какое состояние? Может через там какой-то образ. Образ, да. Каждому зрителю. Давайте спросим, вот у вас тоже какое сейчас состояние? Например, устойчивый, как гора или плавный или плавный, как такая январь. Нет, я довольно туго надутый воздушный шар. И вот когда клиент или группа компания мне говорит об этом, то мы сверяемся. А нам что надо сейчас? Алгоритм такой. Технология снова появляется. То состояние, которое сейчас мне подходит для решения задачи или там для жизненного моего момента. Да, я в нём остаюсь. Нет. Какое мне подходит? И тут появляется очень важный такой термин, как коллекция состояний, что мы постепенно создаём с людьми и с компаниями их состояние для разных задач. Для дивергентного мышления мне нужно вот такое состояние. Для принятия ключевого решения мне уже не надо фантазировать. Всё, мы отфантазировали. Мне сейчас надо всё взвесить. Мы уже проанализировали. И для собственников бизнеса набраться иногда воли и сказать «да». И верить ещё, и исполнять какое-то это время всем вместе. И не просто так, когда мы смотрим футбол или любой другой момент, в какой-то момент одна команда играет, 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 что-то проигрывает, а потом начинает пережимать. Она что-то включается в ней, и она просто пересобирается. Она просто начинает почему-то давить, выкладываться. Но это же не просто каждый человек так стал делать. Они же ещё система, они вместе это делают. И для меня важно озвучить, что переключить своё состояние, осознать, а потом переключить, это важное наше мастерство в современном мире. Зашёл на один зум, задался вопрос, какая тут сейчас цель, какое мне необходимо состояние. А тренер творческих состояний, если ведёт ещё этот процесс, и тут появляется фасилитатор, это человек, который организует коммуникацию. Групповую в данном случае. Можно сказать модератор, можно фасилитатор, там разные корни, английский и немецкий язык. Модератор обуздывать, фасилитатор упрощать взаимодействие между людьми. И, конечно, я как тренер, а просто двумя слова тренер... А что за процесс, в котором участвует фасилитатор? Это какое-то обсуждение? Стратегическая сессия, это может быть креативная сессия, это может быть обсуждение, это может быть метап, там, где нужно помочь людям. Вот если бы сейчас что-то увидеть, подсветить, заметил, что группа забуксовала где-то, он, например, помнит еще про цель встречи, напоминает, он служит в этот момент группе. И для меня фасилитатор, это, конечно, и отдельная профессия, то есть иногда меня заказывают, например, там, нашу работу, вот мне нужен фасилитатор. Но вот в русском языке почему-то слово тренер, оно для меня емкое. Тренер это и, знаешь, такой батя-самбист, который дал подзатыльник иногда, и это действенно. А иногда погладил по плечу и сказал, слушай, у тебя все получится. А иногда показал как надо. И у нас есть тренеры, ну вот фигурное катание, они не все могут повторить, но у них свои инструменты работы. А есть тренеры, которые показывают, как нужно, повтори, ну, например, в тренажерный зал приди. Кстати, при тренажерный зал, коллеги, обратите внимание, тренеры, кто в тренажерном зале, я вот сам хожу в тренажерный зал, и прям видно со стороны, это очень увлекательно для тех, кто ходит, что иногда тренер подсаживает на себя. Он дает ту технику и инструмент, которым нужно только либо вместе сделать, либо очень сложно без него повторить. Ну, например, что он держит, это вопрос, я предлагаю коллегам, я сейчас действую в своих интересах, это про этику, или я действую в интересах клиента, у вас, и тут в зависимости от запроса. Иногда клиент приходит с тренером поработать, потому что просто ему нужна сейчас поддержка, ему классно с кем-то повзаимодействовать, придумать какую-то идею вместе, или войти в какое-то состояние и потом продолжить работать. Но некоторые приходят и говорят, мне нужен навык. И вот фасилитация, когда мы говорим про групповой процесс, это не про то, что он встает в позицию эксперта и тренирует, его навык в том, что выстроить эту коммуникацию, создавать тоже атмосферу. А вот тренер, в зависимости от задачи, пожалуйста, помните, как мы говорили, продюсером он может быть, коучем, и так как люди приходят с разным опытом, кто-то пришел, он креативный директор в маркетингом агентстве, кто-то пришел, он режиссер, кто-то пришел, он психотерапевт. И они тоже работают вот в этом диапазоне. Творческий кризис, креативный прорыв. И вот на этой большой поляне для людей нужна поддержка, обучение, вдохновение. И еще отматывая, когда у меня это слово появилось, словосочетание, меж все соединилось, а кто это придумал? Это придумывали Сколково, кстати, придумали. Серьезно. Атлас новых профессий и визионеры Сколково делали в Форсайт такую сессию «Взгляд в будущее». Визионеры Сколково, это надо туда же, в мое облако тегов, где мидболлы. Да, Форсайт — это «Взгляд в будущее», а иногда еще говорят «Взгляд из будущего». Нам нужно войти в такое состояние, как будто мы оказались в будущем, мы представили, какое оно наступило, и что тогда мы можем сделать прямо сейчас. И профессия должна была появиться в 2020 году. В 2017 году я прошел профориентационный тест, я такой, ой, это же я. И сразу начал говорить, зачем ждать 2020 год. И профессия тоже шла постепенно. Сначала были единицы, то есть я вышел на поляну, никого. А потом кто-то со мной там в Инстаграме посмотрел, кто-то просто со мной встретился, кто говорит, ой, я что же, это я. Он очень откликается. У нас есть девушка из Белоруссии, едет на велосипеде. Это история как раз про велосипед. И она едет на работу на велосипеде прошлым летом, и говорит, мне пришло в голову название этой профессии. Я пошла гуглить, она говорит, уже есть ты есть. И сразу мне написала. И вот сейчас она в Белоруссии работает. И это тоже интересно, что для кого-то это очень такая прям соединяющая вещь. И про состояние, и про творчество. Очень важно. Конечно же, мы тренеры состояний всех. Вот если убрать это серединное слово, можно и так сказать. Но большинство... И кто-то так именно становится коучем состояния потом, или тренером состояния, и они говорят, нам вот это больше интересно. А наш интерес, вот мой, и еще десятка другого коллег, это о том, конечно, как себя в первую очередь вводить в эти состояния, как разные группы вводить людей. И кто-то специфицирует... Ну вот вы сказали, что я больше специализируюсь на IT-диджитал-компаниях. Такое сложилось. Поверхностное суждение. Ну потому что это часть моего маркетинга. Мне важно, чтобы люди увидели, что работают такими, как мы примерно. Это называется. А кто-то выкладывает, это вообще бескомпромиссное творчество. Вот собирается, ну да, художник говорит, был случай. Давайте прям живой. Сначала со своего начну, а потом с примера вот одного выпускника. Поэт мне говорит, я не могу без бухла больше писать. Если кому-то известна ситуация, вспомните, да? Нам известно. Что происходит под бухлом? Выдох. Человек расслабляется. И тут вопрос, а как мы можем подобрать подходящую технику, чтобы человек расслабился? Если мы не говорим сейчас про жесткую зависимость, а мы говорим про то, что человеку важно расслабиться, то тогда может быть, а это волевое действие, действительно взять и научить найти свой способ расслабления. Что это будет? Какая-то психологическая техника, это будет арт-техника, это будет физическое упражнение, кто-то в тренажерный зал идет, это будет прогулка. Вот отложить свой телефон и пойти два часа погулять по парку, по лесу. Вот для зрителей, если вспомните, как часто мы даем себе это делать? У меня каждый раз что-то происходит на этих прогулках. Если еще себя... И, кстати, вот можно как себя обломать. Можно, например, пойти на прогулку и взять с собой листок и ручку и сказать, сейчас у меня что-нибудь обязательно родится. Все, я себя поставил, обусловил. Можно сказать, я себе даю полную вообще свободу, и я потом лучше на снегу или где-то листочками выложу свою работу и запечатлю я глазами или кому-нибудь попрошу сфотографировать. Вы по-честному не берете с собой телефон? Нет. Нет? Нет. А слабо взять и не смотреть на него? Не слабо, и так тоже было. При этом я знаю, чтобы мне отдохнуть, мне не нужно сейчас вот это условие. Когда мы ходим в тренинг похода, мы оставляем телефон или просим выключить, поставить прямо на авиарежим. Авиарежим это способ оказаться здесь и сейчас. Что такое? Кстати, хорошая метафора себя поставить на авиарежим. Да. Об этом у нас прямо конкретная техника. Взять свой телефон, поставить его на авиарежим. И что это значит? Что я больше не подключен, по крайней мере, к тому, чтобы проверить что-то. Да, я могу нажать снова эту кнопочку. Но в этот момент время и место здесь. Есть такой термин хронотоп. Ничего больше этого нету. Только время и наше место. И мы здесь с вами. И тогда эта прогулка для меня может действительно стать отдыхом и наполняющим. Но если человек понимает, что для него фотоснимок, он будет ходить и действительно проживет себя этим фотохудожником, и для него это тоже переключение деятельности и наполнение, пожалуйста. Это просто другая техника. А вот если человек начинает фотографировать, чтобы просто заиметь, и тут я веду важное понятие иметь состояние или быть в состоянии. И можно гнаться за этим иметь все время. Иметь фотографии. Я вот поеду в Италию и сделаю фотографию на фоне Пизанской башни. Это туризм, это не путешествие. И тогда человеку понятная история и он будет немножко расстраиваться, что может не такая фотография или еще что-то. А про что путешествие? Это же про открытость к новому. А что такое, кстати, путешествие? Вот, кстати, вопрос. Ни разу не спрашивал, интересно. Ну, это, мне кажется... Путешествие, вот когда я беру чистый лист и чем будет турист отличаться от путешественника, вот художник-турист от художника путешествия? Мне кажется, я не самый лучший адресат для этого вопроса, потому что путешествие вообще это мое самое любимое состояние в силу того, что в путешествиях, я это называю ангел путешествий, все, что со мной происходит, я очень люблю путешествовать, я тоже занималась туризмом. Там абсолютное для меня доверие к миру. Так случается, что все, что происходит, даже опоздание на самолет или какие-то якобы сорвавшиеся встречи, все это приводит в лучшую точку и в лучшее состояние, к лучшим находкам и к самым интересным открытиям. Поэтому я люблю путешествия, я фанат путешествий, а туризм, да, это что-то более организованное с понятным результатом. В путешествиях результата нет, есть процесс. И ни хорошо, ни плохо. Я ни в коем случае не говорю, что туризм это как-то не то. Просто вот важный момент, что одно с другим не путать. А мне сейчас что важно? Иногда важно приехать в глэмпинг, где все понятно, где есть расписание и вечером еще будет... Ты шучу. И митболы. В глэмпинге же должен быть митбол. Что такое митбол? Фрикадельки. А, фрикадельки. Пожалуйста, пускай они будут в пять вечера, все по расписанию. А бывает история, и это, кстати, про тренинг путешествия. Вот мы ездили недавно в Дагестан, и нам все время дагестанцы, я их очень понимаю, хотели показать колорит своей культуры и провести по проторенной дорожке. Сюда, сюда, сюда. И у нас вот прям не сразу, не с первого раза получилось с ними договориться о том, что мы приехали прожить путешествие, и мы увидели Дагестан. И мы увидели Дагестан своими глазами, тем, какой он у нас сложился, и мы увидели и какой-то вот культурный, конечно, слой, но вот увидели и свое, свое вот это вот движение, и мы уходили в те стороны, где надо говорить, да там ничего нет. А для, например, бизнеса и там, для команды, там-то и все и случилось. Вот там был небольшой подъем, на котором один человек другому дал руку и подтянул. Не там, где все уже сервировано, накрыто, а там, где вот не поднимешься. И он его подтянул, и тот физически прожил вот эту вот поддержку. И потом мы это рефлексируем. И что важный момент, для тренера творческих состояний, на мой взгляд, для любого взрослого человека рефлексировать свой опыт. Это позволяет нам переосмыслить в себя реальность и, возможно, что-то подкрутить. И, конечно, я спрошу у человека в данной ситуации, а где тебе важно вот такое чувство, состояние проживать в профессиональной деятельности? И если мы дошли вот до состояния доверия и открытости, он говорит, вот в такой ситуации я не проживаю доверия и не поддерживаю поддержки. Другой человек говорит, ба, я думал, что проживаешь. А как мы можем реально с тобой сейчас и они начинают договариваться? И что мы сделали? Мы, по сути, через это путешествие, а есть прям термин состояние путешественности, его ввел географ. Путешественность? Путешественности. его ввел Каганский, географ, профессор, подхватил доцент психологии Березин, как раз вот с кем мы работаем. И мы с Сергеем Березиным поняли, что состояние путешественности перекладывается не только на географические объекты, но и на любой процесс. Ну, съемка кино. А что характеризует состояние путешественности? Отлично. Перед тем, как я вот сейчас выдам какой-то ответ, вот просто первое, что в голову проходит. Состояние путешественности это про... Доверие. Доверие. Состояние путешественности это про свободу движения. Состояние путешественности это про... Прослышать себя, выбрать направление. Выбрать направление. Состояние путешественности это про какое-то специфичное себя проживание в пространстве и неотчуждение себя от пространства. Ну слушайте, неотчуждение от себя от пространства это прямо какой-то сферический конь в вакууме. Кто вообще в здравом уме такой, ну-ка, отчуждаю ли я сейчас себя от пространства или нет? А да, по-другому. А я сейчас в контакте с пространственной реальностью. И вот этот вопрос позволяет мне порой проживать счастье. В контакте ли я с реальностью? В контакте, который я монтирую? Или я просто шарашу по секундам, я просто знаю технически, как это нужно сделать? Воу, я вижу бесконечность пространства. Кстати, у пространства есть очень важная характеристика. Она не заканчивается. Куда бы мы ни пошли, она будет продолжаться, продолжаться. И вот про этого коня в вакууме. Роджер Смит, английский автор, вёл, ну прям у него книжка есть, нам он подарил. Он увидел, как мы работаем, он приезжал в Россию. И на одной конференции в Суздале подарил нам свои книги «Чувство движения». Он говорит, это ещё одно чувство. Он прям большой исследователь, это работа его жизни, ему там под 80 лет. Вот я могу движение чувствовать. Это не ощущение, и это не восприятие, и это не что-то другое. Хорошо. Направление, внимание, конкретное движение, да, тело? А-а-а, ну там целая книга про это. Целая книга, окей. Если так просто, вот сейчас я чтобы не наградил тоже. Нам бы хотелось немножко объяснить это. Что я могу движение проживать. И если я проживаю движение, и мои мысли здесь, это тот самый хронотоп. И если я вижу вот эту бесконечность в контакте, и я замечаю себя внутри, его, то я могу словить вот это состояние путешественности, в котором то, что мы перечисляли, сказать, вау, а куда меня тянет? А что со мной сейчас заигрывает? Что в этой профессии, в этом работе, что в этом путешествии со мной заигрывает? А что если то, что со мной заигрывает, я откликнусь? А если я... Интересный термин «заигрывание» — это что-то же из области флирта, то есть даже не ведет, а именно завлекает, заигрывает, что-то манит? Нет, смотри. Он что-то делает, ну, например, какой-то предмет. Вот что заигрывает со мной, например, в пространстве? И у меня взгляд, например, сейчас может бросаться на одно, на другое. Ну что заигрывает в пространстве? Ну вот я первым делом увидел, я не знаю, это тигр или кот 2022 года. Это забавно, я его сегодня принесла. У нас есть замечательная художница, она каждый год нам дарит к желе символ года. Сегодня принесли? Да. Представляете, какая история? Вы сегодня принесли что-то, это со мной уже заигрывает, я отвлекся, и наш разговор куда-то упутешествовал в ГЖЛ, и он даже сейчас поможет начать двигаться. Хорошо, на чем внимание, да? То есть что откликается опять? Слово «отклик» у нас уже было, да? Что откликается? Да. Вот. Что-то резонирует, возможно. Резонирует. Резонирует, окей. И вот важный момент. Это про проживание движения. Резонирует. А вот для меня это как раз сменяемые процессы. Выдох, пауза, вдох. Мне вот на вдохе рефлексия вообще не нужна. А вот на паузе замечательно. А на выдохе мне нужно размяться. На выдохе мне нужно зайти в расфигачечную, взять биту, па-бам! Или, я не знаю, снежки покидать в день. Но мы до выдоха не дошли. То есть выдох — это что? Отдых, снятие напряжения, релаксация, отпустить и плюс вторая часть — отпраздновать. Мы говорили про это. Да, отпраздновать. И вот здесь, конечно, я могу и порефлексировать на стадии празднования и присвоить. И вот эта смена череда меня наполняет. И я сейчас произнесу важный момент. Пускай это будет патетично, не менее, чем мы создаём искусство. Нет, нет, произведение искусства. Минуточку. А, мы тоже производим. Мы создаём произведение искусства. У меня сейчас приходит такое вот слово. Сейчас чуть-чуть сбился. Мы о чём говорили? Мы говорили о том, что постоянно рефлексировать — это не выход. Мы говорили о том, что нам нужен вдох, пауза, выдох. И что-то я сказал, патетично то же самое. А, да, патетичность. Тут я, к сожалению... Забыл, но сейчас придёт. Вот. И важный момент. Про творческие состояния. И можно сейчас обломаться, сказать, блин, я забыл. Извините мне, пожалуйста, зрители, извините, пожалуйста, операторы. Ну вот это как раз мы можем на монтаже пофиксить. Нет, вот это не надо фиксить. Это как будто вот это самое есть жизнь-то. Вот что вот я правда забыл. Это нормально. Да, это правда. И оказывается, что на сессии празднования я правда могу сказать, что вообще-то нормально ошибаться, нормально делать неидеально, нормально ещё что-то. Блин, какой-то у меня был пример такой вот с изображением и состоянием путешествий. Сейчас тогда через него зайдём. А представьте, что мы берём этот чистый лист и я правда говорю, я не знаю, куда я дойду. Это про художника? Да. Хотя... Второй вариант, я создал образ. Смотри, какая у него задача опять. Иногда у него цель в фокусе. Но как пойдёт работа, не интересно. А если в этот момент сидит человек в напряжении и вот сейчас бы главный штрих правильно был, сейчас ещё что-то. Ну слушайте, это практикой достигается, когда практика в автоматизм уходит, то ты уже более свободно себя чувствуешь. Во! Я знаю очень сильных мастеров, которые не могут почему-то словить свободность свою. Мастерство есть, а состояние... И это может быть разными факторами. Воспитанием, жизненной ситуацией, в той системе, где он работает. Возможно, художник, который работает в частной студии и художник, который академический, и там есть какие-то тоже разные. Или ему поставили задачу нарисовать на стене что-то. Или это его творение и так далее. И я вот предлагаю сейчас отнестись к состоянию путешественности. Вы говорили про чистый лист, что на чистом листе неизвестно, куда тебя приведёт процесс творчества. А где картина начинается, а где она завершается. И вот у меня, кстати, есть одна проблема с идеями. Я безгранично придумываю идеи. Придумываясь... Замесили, у меня такой психотип, я просто шарашу, шарашу и кайфую в этом. Я забыла, как это называется, когда накидывание... Термин какой-то выводит. Генерация идей, может быть? Нет, нет. Дивергенция? А, в данном случае дивергент. Да. Юпитер дивергентного мышления. И, кстати, на ковергентном мышлении я, как правило, говорю коллеге. А дальше уже без меня, потому что я продолжаю... Эти термины лучше расшифровывать. Дивергент-конвергентное? Да. Дивергентное мышление, это значит, что мы идем на постоянное расширение, придумывание и... В разнос. В разнос. Да, и проще всего его показать, вот увеличить. Это разнос. Конвергентное мышление, мы идем на сужение, фокус. У нас был когда-то бриф, например, да, мы придумывали соотношение с этим брифом. Конвергентное сузить. И здесь мы включаем аналитическое мышление. А вот между двумя этими процессами, я прямо это хочу в камеру произнести для всех, после дивергентного мышления важно поблагодарить самого себя. И если смотрят преподаватели изобразительного искусства или кто-то другой, и давайте включать эту практику, когда у нас наши студенты, ученики, и каждый из нас, мы себя благодарим за проделанное дело. Вот знаете, можно сидеть и ждать, что мою яичницу оценит там друг, подруга, кто-то еще. Вот я хумус готовлю, мое фирменное блюдо хумус, если кто любит. Два раза в год, но... Я у вас рецепт спрошу. Побольше тахини и побольше оливкового масла. И вот если вернуться в эту историю, мы включаем заботливого родителя и детям, ну прям детям, подросткам, иногда не хватает вот этого заботливого родителя, который скажет, слушай, видно, что сегодня была сделана проделанная работа какая-то, видно, что сегодня там начало получаться лучше. Конечно, человек наполняется, напитывается, для него это важно. Во взрослой уже возрасте чаще всего... Почему сейчас модная тема на наставников еще? Ну что все равно нам нужен какой-то преподаватель, человек, который будет поддерживать, показывать путь. Во взрослом, мне там в 37 лет, уже пора научиться самого себе говорить. Лев, возможно, ты сегодня наговорил чепуху, возможно, тебя понесло, возможно, это может не особо быть интересным, и какая-то часть меня такая знобит, 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 ты так себе рисуешь, ты вообще не художник. А другая моя часть может в этот момент сказать, слушай... Порисовала, молодец. Во! Патетично, вспомнилась, пришло! Что мы с вами вообще-то совершаем подвиги. Да простит мой любимый Геракл, Геркулес-то наш. Мы тоже совершаем каждый день подвиги. Но тут я, кстати, соглашусь, вот это слово, в отличие от того, что мы сейчас создаем произведение искусства, меня не вызывает вопросов, потому что действительно любой выход вот в эту сферу творческую, это преодоление и подвиг. Что такое подвиг? Подвинуть себя. А, подвинуть себя, изменения. Расширить представление о самом себе или о какой-то другой системе. И когда команда совершает подвиг, ну, например, она не умела, а научилась. Если там состязание, она, например, раньше не была чемпионом, а теперь стала, например, победила в каком-то матче. Или она ругалась в раздевалке, это тоже важно про команду, а теперь у них хорошая атмосфера. И подвиг там тренера в данном случае будет, что он не просто их всех зажал, а реально сплотил. В рамках нашей деятельности вот это состояние благодарения себя просто после художественной практики. Порисовал и молодец. Вот так, да? При этом важный момент. Это науковая история. Нужно научиться включать эту часть даже тогда, когда другая моя часть говорит, ой, да так себе. Потому что ой, да так себе, погубила, я думаю, ни одного художника, творца, которое, это так себе могло быть внешне, условно, родитель или какой-то друг сказал, да это туфта. На самом деле ему нужно было просто мастерство оттачивать. Он говорит, да зачем я буду оттачивать мастерство? Мне сказали туфта. И правда у ребенка нет этого механизма иногда противостоять. Взрослый же знает. Да. И моя взрослая часть знает, как правильно, как создавать искусство, как его производить. А может быть, когда наш разговор с вами не сегодня станет искусством, а может быть, какая-то сегодня тема между нами вылезет? А может быть, эта тема потом воплотится в какой-то образ? А может быть, этот образ станет картиной? А может быть, эта картина поедет на экс-любишен выставку? А может быть, она на ней... Люди скажут, ба, слушай, какая идея? И значит, я становлюсь... Ну и соавтор. Тема соавторства отдельная, конечно. И я становлюсь частью этого творческого процесса, нескончаемого. И вот тут самому себе хочу сказать и всем. А что прямо если этот момент сейчас, он не дискретный какой-то, правда, вот лежит, подвешенный, а это часть нашего пути. И не просто так про путь художника, путь героя, что мы в неком пути. И вот у кого-то максимально функционально. Родился, пошел в школу, пошел в вуз. Так, дальше я буду работать. Дальше мне главное повышение по карьерной лестнице. Дальше мне... Ну а потом это дети, дети в вуз. И это тоже часть жизни, конечно. Это нормальное явление. Но вот помимо вот этого вот есть какое-то пространство, в котором есть я, мои интересы, увлечения. И этот гриль, тигр, который со мной заигрывает. Про тренера. Хорошее слово, действительно, тренер творческих состояний. Рассказали про запросы от компаний к вам и про то, как вы взаимодействуете с компаниями. А есть можно... Знаете, вот у тренера вы говорили по самбо. Тренер по самбо бы нам сказал, отжимайся, приседай, не знаю, спарингуйся. Не знаю, что делаю. Можно какие-то практические советы, навыки, упражнения, но вот вдох, пауза, выдох, да. Для тех, кто... Для рисующих. Кому страшно, страх чистого листа. И, например, не знаю, простой. Частая история. Перестал рисовать по какой-то причине. И затянуло. И знаете, как говорят художники, мне плохо, когда я не рисую. И чем дольше я не рисую, тем мне хуже, и тем я уже меньше сил, чтобы снова начать. Две твердые техники сейчас дам, прям конкретно инструкцию произнесу. А перед этим уточню, что выдох, пауза, вдох — это модель, и родители, взрослые дитя — это модель. Это, по сути, некий такой... Весь жизненный цикл такой, да? Да, то есть понятно, что мы можем использовать технику вдоха, выдоха, паузы, но это очень упрощенно. А это некая призма, через которую я могу посмотреть на систему, на самого себя, на другого человека. И это становится местом диагностики. Если человек регулярно в адаптивном дитя, ну а что это получится, у меня не получится, вот я сам не справлюсь никогда. Или, вау, всё, начал переставлять пространство, да, делать что-то. Первая техника, как мы можем работать с чистым листом. Мы её прям регулярно даём. Закрыть глаза, нарисовать своё лицо. Закрытыми глазами. Он открыл. Вот попробуйте действительно взять и нарисовать своё лицо. Подавляющее. Большинство людей, когда открывают, начинают улыбаться, радоваться. И это как раз вот что-то, это не идеальный, может быть, рисунок, вот с точки зрения техники исполнения. Но он родился в моменте, вот сейчас создалось. И это сильно снимает напряжение те, кто опасаются взять кисточку, к примеру, и что-то нарисовать. Когда в онлайне проводим, мы прям даже иногда получаем обратную связь, говорят, я испытывал напряжение, потому что у меня рядом ноутбук. И мы такие, хорошая диагностика. А как сейчас создать условия, чтобы не испытывать напряжение? Говорят, убрать ноутбук. Я говорю, давай уберём ноутбук и сделаем то, что... А чем ноутбук? Испачкать боится. А, в этом смысле. Включилась другая часть, переживание. И мы выходим с ним потом на обсуждение, а как мне действительно создать условия, чтобы рисовать. Физически организовать пространство. У меня дома лежит краски, кисть, и я, если честно, рисую на стене. Вот у меня есть прям одна ровная стена для того, чтобы постоянно картина разрасталась. Она растёт, растёт, растёт. И кто ко мне может прийти, мы можем вместе порисовать, если будет желание. И этому отведена вот просто одна стена, пять метров. Вот она есть. А вторая история, это про... Мы предлагаем нарисовать круг, и потом нарисовать... Например, задаём вот такой вопрос. Слушай, а вот нарисуй свой день в этом круге. Или нарисуй вот что важного сейчас. Какой-то вопрос может быть, в зависимости от задачи, запроса клиента. И когда он очертил круг, он дал этот фрейм, рамку, фокус, в нём ему... Он уже перестал быть чистым листом. Это наглядно видно. И он в нём рисует. При этом важная, всё-таки, помимо техники, это установка. Слушай, вот прямо сейчас попробуй это сделать. Расслабиться, безоценочно, кайфани. И если человек кайфанул, этот... Вы помните, мы говорили, затор. И потекло. Он такой раз штрих нанёс, два штрих нанёс, три штрих нанёс. И бывает такое, говоришь, да блин, что же это такое? Мы такие, ну давай, хорошо, другую технику сделаем. Может быть, даже не с рисованием, это с изображением, чем-то связано с онгоем. Давай там потрясём руки сейчас, просто сбросим это напряжение. Как тебе? Давай покричим. Кстати, вот покричать. Даже в лесу многие люди, не все себе могут позволить проораться. Техника оздоровительная. Техника действительно может дать хороший выплеск. Вот важно как раз найти, что этому человеку подойдёт. Последний раз, когда я орала в лесу, я напугала людей. Поэтому в целом людей можно понять. Да, но это те, кто слышат. А я говорю... Да, те, кто слышат. Следующая техника. Фрирайтинг, свободное письмо. Я предлагаю всегда писать не основной рукой. И я думаю, это то же самое, скорее всего, в художественных практиках. Я уверен, есть масса разных техник. Когда мы предлагаем сначала просто попробовать что-то сбросить другой рукой. Тем самым... Нет, я не слышала. ...сбросить важность вот с этого мазка, с движения. Моя другая рука потом всегда ещё это может повернуть, нанести, если это масло, сбросить иначе, нанести новый слой. Но вот попробовать сделать этой рукой. Ну, у меня доходит до разного. Мы действительно... Иногда я говорю, давай пальцем это сделаем. И давай себе просто позволим это сделать. И тут появляется у нас слово про-я-ви-ца. Что такое на листе? Это я проявился так. Про-проявиться. Есть ещё для меня тоже большой вопрос. И для наших всех художников это такая дуальность творчества. С одной стороны, когда проявляешься, это ведь что-то очень интимное. Ну, вот что-то очень сокровенное ты являешься. Да? Проявляешься. Ну, собственно, вот он я. Пузиком наружу. Беззащитный. И в этой беззащитности такой привлекательный. С другой стороны, нет спектакля без зрителя, нет картины без зрителя. Ты выносишь, в том числе в соцсетях. Вот комментарии под подкастами. Они, знаете, очень разные бывают. Аудитория растёт сейчас, и комментаторы растут. Очень интересно, конечно, мне слушать себя, когда я читаю эти комментарии, они бывают беспощадны. Вот эта беспощадность тоже. Как найти баланс между искренним проявлением, да, прям, и ты знаешь, что тебе всекут. Всё равно ты получишь за эту искренность. Как в следующий раз снова вот туда выйти? Потому что, как художник, я правда об этом сейчас не думаю. Это не моя. ведь когда мы говорим про человека-художника, но он же не всё вот это время художник, да, в какой-то момент он правда совершает функциональные действия, не знаю, достает купюру, расплачивается или ещё что-то. Там надо сделать алгоритм действий. И не просто так есть всякие комиссии, которые рецензируют, и не просто так, что театр, например, там есть сценарий, и он может быть одно, а потом на сцене другое, а может прийти какой-то человек и сказать, а вот этого не должно быть, а это вообще не в стиле в нашем, не в духе, вот это не пройдёт, кино режет. Кстати, вот тут, наверное, кто оператор, подскажут, что кино иногда снимают подлиннее, чем оно выходит, и некоторые сцены попадают по разным причинам туда не попадают, не только потому, что они как-то не так сняты. Ну вот, например, оно этически показалось не совсем верным, или, допустим, смысл перебивает, хотя классная сцена, но она просто чуть-чуть уводит, или автору говорит, нам надо уложиться в час сорок, вот это жесть, надо уложиться, и это бизнесовая часть. Ну да, бывает надо. И это тоже ок, но с точки, как художник, я страдаю, как художник, я, например, сейчас ограничен, например, что мы сидим, и я бы танцевал сейчас по полной, мы с вами договорились, что в основном мы будем сидеть, и художник, вот сейчас я договорил и про чистый лист, это тот, который говорит, я порву этот лист, или я хочу с ним что-то сделать, я с ним взаимодействую, я его исследую, я его в конце концов могу потом утилизировать. Так. Если вдруг совсем мне это будет неинтересно. Ну, утилизирую я его из какой части? Кстати, утилизировать можно как художник. Я могу, вспомните, да, Бэнкси, да, когда картина, которая начала разрезаться. Для меня это шикарное было вот это действие, в котором он просто придумал, сам затеял, кого-то там подкупил, подговорил, бамс, и это гораздо даже круче, чем просто уже столы. Он переосмыслил то, что он делает, и еще смог исполнить, потому что даже вся задумка была, а тут еще... Почему он подговорил? Я думала, это все регламентировано было. Насколько мне известно, как раз вкусность этой истории в том, что как только был молоток, молотком пробили, третий аукцион завершился, проданно, то тот, кто покупал, не знает, что это будет. И ему достались уже не сама работа. И, конечно, это возросло в цене, и стало круче, и сам жест какой. Мы говорили про то, что есть состояние художника, где я не думаю об оценке. Окей, могу потом даже свою работу самую, как бы я тебя породил, я тебя убью. Но все же в целом и рутинно ты эту работу художнику очень важно показать. Ну, явить себя, проявить себя и получить эту оценку, часто беспощадную. А потом снова вернуться в состояние художника. Ну, такое задача. Да, это правда не просто, когда мне говорят, твой перформанс вообще не задался. Вот я могу сказать, что... Еще мягко. Если у нас нет цензуры, я произнесу прямые слова, как было сказано, что это нехорошо, и однажды мне сказали, слушай, это безвкусно, а однажды мне сказали, ты знаешь, мы с тобой общаться больше не будем. И я вижу и знаю людей, которым запретили выступать, и я вижу людям, которым просто обесценивают их работу, говорят, ну, это посредственно. А человек просто на том этапе, ну, на котором, вот он сейчас так может, вот сейчас это так. И можно не играть в игру детского садика, утики, пустики, как все красиво нарисовали, молодцы. Поддержку и заботу можно дать другим способом. Ну, например, попробовать, дать себе время разобраться, а что это такое? Или просто вот реально поинтересоваться, а как эта работа создана? А почему вот этот жест, вот что в этом художественном жесте было заявлено? А потом сказать, ой, слушай, мне не откликается эта история. Но когда я слышу про едкие комментарии, и, надеюсь, мы что-то точно прочитаем в нашем подкасте, да, потом, то я предлагаю очень простую практику. Перед тем, как едкие комментарии написать и жесткие. А, то есть вы советуете не художнику, как раз рецензенту? Да, рецензенту. Поддерживать художников, это важно. Слушайте, интернет не так работает, вам ли не знать? А что мне теперь это? Там в Панаму насуют только так. Вот, слушайте, у меня уже Панамы приготовлены, вот. Но перед тем, как насувать в Панаму, задавать себе вопрос, а что меня-то тут реально так сейчас задело? Безусловно, да. А что меня тут сейчас трое? Почему я тут начинаю давить, пардон за выражение, а кто-то лаять, а кто-то умничать, и мне самому свойственно иногда написать какой-то комментарий, так чуть-чуть поумничать. Но если я поймал себя на вопросе, а я сейчас вообще чего добиваюсь? Ну вот, когда я отдаю такой комментарий художнику. Кстати, интересный вопрос, наверное, тоже быть проявленным, увиденным, услышанным. Да, ну где-то там больно, порой, человеку. И, на мой взгляд, вот мы создаем, вот сейчас про художников, такой формат комьюнити-арт. Мы берем какую-то социальную тему, волнующую нас. Ну, например... Вы, это ваша школа творческих тренеров? Мы приглашаем, но это просто наше такое творческое объединение, называется комьюнити-арт. И это технология, в которой мы займем ученых, художников, кураторов, желательно разных модальностей, и берем волнующую тему. Вот мы, например, в 21-м году, еще в конце в Питере, делали, как подогадали, страх наказания. И люди еще в 21-м году проживали, а что для них страх наказания? Кто-то встретился со своим, как его в угол ставили и не давали там, по сути, ребенку. Это тренинг или что? Это дискуссия? Это лаборатория. Что такое лаборатория? Когда мы создаем формат, в котором мы общаемся, поднимаем эту тему, беседуем, даем разные практики, и люди уходят, что-то создавать. И наша задача перемиксовать их, чтобы ученый оказался с художником, художник там, с звукооператором. Кто платит? Мы делали несколько раз, это были открытые, бесплатные и тем самым бескомпромиссные вещи. Мы просто заплатили за аренду там большого лофта, полторы тысячи квадратов. У нас было Карл Бланш там. А, например, с высшей школой экономики, у них был проект, где они позвали ученых, позвали нас как кураторов, заплатили нам денег, мы позвали художников, проделали, ну, заплатили нам за эту административную и тренерскую работу, чтобы мы создали эту атмосферу. И что происходит? И потом, люди, которые вот так друг к другу странно относились, а это и про социальный театр, вот мы с него начинали, да? Вот у меня такая точка зрения. Просто услышать, понять мнение другого, повзаимодействовать с ним, поработать. А как сделать так, чтобы действительно критику начать использовать? Просто как бы знак поменять. Критика — это же энергия. Ну, всё, это пульс. Ой, импульс. Всё, по-послану импульс. А как взять эту импульс, такой, воу, я могу ещё что-то сделать там, да, и так далее. И у меня вот сейчас приходит, что есть художники, которые, правда, им не просто, им нужна вот эта поддержка, встречаться иногда с критикой и с комментарием. И я знаю людей, которые после комментариев перестают что-то выкладывать и проявляться. А с другой стороны, по ходу дела, вот это желание проявления, оно настолько большое, что если ему не давать выхода, движение застопорилось, человек начинает разрушаться. И тут вопрос, просто насколько изначально человеку хочется творить, создавать. Вот если это полно, вот я не знаю, вот ребята, например, сидят, что если, не знаю, вот мы хотели стать великими режиссерами, к примеру, я просто не знаю. И в какой-то момент сами себе сказали, да не, я буду просто, не знаю, снимать подкасты. А с другой стороны, сейчас такая мысль... Как и любят нашу работу. А с другой стороны, а что, если правда каждый мой подкаст, и тут я произнесу произведение искусства, как минимум с какой-то художественной режиссерской работой может быть. А что, если в следующий раз мы подготовим это пространство, может быть, чуть там заложим больше денег или еще чего-то, и в нем можно будет двигаться или валяться на полу. Вот, не знаю, камеры сейчас возьмут меня или нет? Да, можем. Все, вот это вырезать точно можно, а лучше всего оставить, конечно. И что, если сейчас, например, кто-то из ребят скажет, а давай еще чего-нибудь сделать, это становится коллективным каким-то творчеством. Или вы мне зададите вопрос, а я вам из этого вообще чем-нибудь отвечу. Нет, я здесь буду как раз регулирующей функции, скажу, Лев, вернитесь, пожалуйста. Вот. И тут тогда вопрос. Перед тем, как я вернусь, вот, есть у меня минутка здесь полежать? Если мы говорим про то, что даже подкасты, помимо содержательной части и помимо ориентации на то, что должно посмотреть там 20, 30, 40, 50 тысяч людей, мы можем, ну, я рассчитываю, конечно. Да? Тогда надо нам в Сколково поддержкой заручиться. Пока у нас рекорд порядка 20. Как, например, командой договориться, а что мы можем по-новому и что нам действительно самим интересно сделать с художественной точки зрения, кроме того, чтобы поговорить с человеком, получить от него ответы. Чат GPT и Лев Ушаков в голосовом сообщении, в принципе, мог бы ответить на все эти вопросы. Но мы с вами сейчас неожиданно закручиваемся, разворачиваемся и снова оказываемся в беседе. У меня тоже психологическое образование. И одна из практик мне запомнилась, и я ей действительно пользуюсь. Лечь на полу на кухне. Почему на кухне? Потому что это то место, ну, как-то так получилось, где мы реже всего лежим на полу. Почему-то. И вот когда ложишься на пол на кухне, это сильно меняет угол зрения. Лечь на полу на кухне может быть что-то такое же, что изменение себя в пространстве, другая точка зрения, которая что-то подскажет, куда-то выведет. А у нас есть график, который даже советует так рисовать. Вот лечь на полу на кухне условно и нарисовать то, что видишь. Где при этом, не знаю, эту же грань. Насколько вот, где вот здесь эпатаж, да, условно взять и в троллейбусе встать на голову, да? А где сама помощь? Вот эта уместность, ну, для меня это всегда вопрос. Если мы сейчас посмотрим на стать на голову, в троллейбусе не как на результат, она часть какого-то пути, то, например, для меня в свое время было важным прожить вот эту подростковую, бунтарскую, прям высказывать. И я прям вижу сейчас, вот когда я смотрю на такую хронологию своих выступлений, перформансов, то я вижу, где место, где больно, ну, прям мне было в каких-то моментах. И я через перформансы прям высказывал, блин, мне просто невыносимо в чем-то. Где-то я вижу, что я такой, о, я вот здесь стал как будто более целостным. Какие-то представления стали более здоровыми. И как вообще создавать не из того, когда мне плохо, а как создавать и сказать, да, вообще-то мне хорошо. И вот это отдельный вопрос. Много кто ко мне приходит, есть люди, которым плохо. Вот если мы говорим, это даже не просто творческий кризис, вот тут все что-то. И мы там иногда в связке с психотерапевтами работаем. И вот это вот обретение для себя целостности. А если мы снова переведем на РВД-модель, то, где моя, например, мой адаптивный дитя имеет место и может быть услышанное, естественно, дитя имеет простор, взрослая часть может настраивать взаимодействие между моей контролирующей частью и заботливой родителем. Это как один из примеров. И я думаю, что ребят, кто занимается юнгианской психологией или там когнитивными какими-то КПТ, у каждого есть свой подход, как создавать некую целостность. И у некоторых есть даже опасения, а что, если я стану целостным и здоровым, буду ли я производить, потому что привык производить не из ресурсного какого-то состояния, а когда больно, например, расставание произошло. А тут у меня возникает вопрос, а могу ли я переживать такие же яркие, вот, 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 переживать чувства, вкус этой жизни, когда у меня хорошо. вот я знаю художников, девушка ей знаком, она просто соприкасается с чем-то, у нее мурашки по телу бегут, как бааааа, или кто-то говорит, слушай, а сколько ты вот сейчас тут цветов видишь? Я говорю, ну вот такой, такой, а я штук восемь. да, это художники умеют. И она говорит, ты вот смотри, вот тут вот дифференцирует, и я такой, слушай, а вот тут вот так, а у меня еще вот здесь, она говорит, это так потрясающе, и вух, это про тренировку видеть мир, а не там у себя в коробочке закрываться иногда. То есть здесь тогда это вставание на голову может быть не подростковым бунтом, потому что я, честно говоря, для меня это почти всегда подростковый бунт. Вот такая эпатажность, она не, для меня, я так это чувствую, это как раз не про целостность. Вот если убрать всегда, ну хорошо, да, всегда, пожалуй, зачастую. Я сейчас размышляю, есть такой концепт, как отраженный субъект, и вот его академик Петровский вел, тот, кто персонологию создал и описал, и, может быть, это даже не он вел, а я его книгу читал, и речь идет о том, что иногда какое-то действие может изменить мир, может быть, даже мир этого троллейбуса, и по какой причине сейчас человек сделал это, чтобы, по сути, впечататься в чью-то голову, потому что для кого-то это может быть «Ба, вообще так бывает, такое можно», и может быть, потом кто-то идет, и такой, «Я-то на голову вставать не хочу, но я могу перевернуть…» Пока никто не видит, я попробую. «Я переверну что-то в своей жизни». Оказывается, можно, это же метафора, я могу перевернуть это в своей жизни, именно вот здесь и сейчас для другого человека это стало катализатором, потому что… Это анекдот про «Соль передай», да-да-да. Какой? Про смысл жизни, когда человек прожил вот эту функционерскую жизнь, да, знаете этот анекдот? «Слушай, ну почему все это?» Помнишь, что Оль передал про это? И вот этот человек, который встал на голову, для меня это еще про ответственность, конечно, насколько мы как художники иногда берем, а иногда не берем за что-то ответственность. Что такое акционист? В отличие от активиста, вроде «и там, и там действия», активист имеет очень понятное прямолинейное высказывание. Вот так важно, так делать, так не делать. А акционист создает поле смыслов. Я встал на голову в троллейбусе, и каждый уйдет со своим смыслом из троллейбуса. А фасилитаторы и тренеры иногда помогут это еще обсудить. Интерпретировать. Потому что, когда мы начали… Вот поехали, я помню, в 2009-2010 году в Европу, мы увидели эту методику работы со зрительным залом интерактивную. Там создается что-то на сцене. А вот как раз в позиции фасилитатора я поддерживаю, чтобы актеры, оставаясь в своих ролях, общались с зрительным залом. Иммерсивный театр – это оттуда? Иммерсивный театр можно называть, но для меня это интерактивный театр, в первую очередь. Где есть интерактив между актерами, которые остаются в своих ролях, или еще форум театра называют, или можно выйти на сцену, попробовать изменить ситуацию. И для кого… Почему я сказал «отраженный субъект»? Кто-то увидел, и в какой-то момент он даже об этом не думает, он вспомнит этого человека. Этот человек сейчас вышел из-за пределы обыденной реальности. Он взял и встал на голову в троллейбусе. Я думал, чушь собачья, может быть. Или я не понял вообще, что произошло, или ребенок. А потом через несколько лет он такой… Ой, я же реально использую это в жизни. Для меня это повлияло. И этот человек стал для меня… Человеком когда-то сказал «ты можешь». Окей, я слышу, поняла. Тогда про здоровое, нездоровое состояние, целостности и нецелостности. Из каких двух этих состояний творится? Вот вы сегодня много обращались к нашим коллегам, к моим коллегам, к операторам. Мне, кстати, это очень приятно. Несмотря на то, что они в кадре не заявлены, я очень люблю нашу команду. Мне бы хотелось, чтобы каждый вообще был на всех этих креслах, потому что все умные и все красивые. А давайте произнесем их имена. Пускай хотя бы имена услышат их. Да, давайте. Сегодня нас, как и всегда, снимают Владимир и Денис. Владимир и Денис, спасибо, потому что я чувствую поддержку от них сегодня. Потому что это очень поддерживающие, очень профессиональные и очень классные ребята. Так вот, больше того, это отличные собеседники. И когда мы обсуждаем, раньше обсуждали искусственный интеллект и его место в творчестве, Владимир, в частности, так снисходительно на меня смотрел, говорит, ну, Анна Юрьевна, ну, конечно, вообще, конечно, искусственный интеллект такими масштабами развивает, скоро всех сборит, скоро все, всех за... как это, ну, прости, что интерпретирую твои слова. В общем, победит. Моя точка зрения, что никогда этого не случится, несмотря на всю виртуозность схем и картин, этого не случится, потому что в основе творчества невроз и надрыв как раз. Не разрушение, не целостность, не горе, а вот какая-то вот эта легкая трещинка, диссонанс, патинка, паутинка, которая делает совершенно несовершенное, что ли. Как можно научить систему ошибаться? Так никогда, все равно будет вранье. А вот эта ошибка человека, что-то, что-то, вот это диспропорциональное наше лицо, вот это и есть оно, это и есть красота. Мне так кажется. А вот вы, как человек, который работает и с творчеством, и с IT, что можно будет сказать, чай-джпт или кто там, майн-джорни, как его называют, нарисуй мне картину, и она будет, ну не хуже, а то и лучше. А что это значит хуже, лучше? В общем, она заменит. Заменит или нет? Уже заменила? Ну нет. Вопрос, заменила что? И я сейчас просто отсюда начну рассказывать. Хороший, кстати, вопрос, заменила что, да. То, что сейчас где-то мы максимально сократили время на референсы, вот референс просто можно найти и сделать очень быстро. И, например, дизайнер мог на это потратить несколько дней, чтобы создать несколько референсов. Сейчас ему необходимо несколько минут, ему заказчик скажет, о, вот это, и он дальше уже развивает. Согласна. Иногда заказчик, например, если мы видим разные приложения, то уже картинки там сделаны, и само по себе искусством становится промпт. Вот этот запрос, он точно становится каким-то очень увлекательным, люди находят, меняют что-то, потом доделают. И я вижу, что все больше и больше становится искусство как раз на стыке. Просто технология поменялась. Вот есть кисть, кисть, полотно, например, есть мой промпт, есть моя идея, есть, может быть, запрос, или я сейчас создаю это открыто. То, что сейчас делают видео нейросети, о, уже не отличишь. И я, насколько знаю, может быть, ребята поправят, есть, как же она называется, сира? Сора, да? Сора. То, что она сейчас последние вещи показывала, я знаю, что люди не могли отличить, где настоящее в быстром... О чем это говорит? Нейросети много что создают, генерят. Это здорово. Почему бы нет? Другой вопрос. Пора задать, а какая тогда в этой истории с этими технологиями место человека? Можно пойти просто в потребительство и потреблять, как всегда, контент. А можно возглавить. А можно с этим, например, искусственный интеллект с нейросетями начать заигрывать. Они будут развиваться все больше и больше. Ну, давайте, кто сейчас ходит в банк? Еще 20 лет назад в очереди в банке стояли, но благодаря технологиям мы с вами делаем раз, два и готово. И еще довольны, и улыбаемся. Получили услугу. И нейросети точно уже сейчас создают вот эту улыбку во мне. Спасибо, нейросети, ты мне сэкономила. Она мне просто написала контент-план. Потом я, конечно, это еще переосмыслил, обсудил с другими. Контент-план, например, для, допустим, как продвигать тренера творческих состояний на IT-рынке. И она мне... Серьезно? Годный контент-план? Слушайте, и гугловские, и чат GPT дают отличную вещь. Понятно, что надо через фильтр что-то пропускать, и понятно, что там есть разные волны, где она там, говорят, глупеет, умнеет. Но и свой мозг не надо выключать. А если говорим про целое направление искусства, это человек, так скажем, искусственный интеллект, то я вижу здесь огромные перспективы. Я вижу, как это, давайте так, на бизнес-рынке 100% становится эффективнее. А, например, я до конца не знаю, много ли сейчас выставок проходит в связке искусственного интеллекта и человека, разных систем, то я думаю, этого будет больше. Я думаю, будут те, кто скажет только искусство, никакого искусственного интеллекта. Я даже сам иногда пишу в своих постах, такая шутка есть. Этот пост написан без искусственного интеллекта. Серьезно? Ну, это была моя шутка, но потому что я, честно, я уже не знаю, правда не знаю. Не, я всегда вижу. Ну, может быть, это как раз, я вижу то, что не очень хорошо сгенерировано. Ну, слушайте, сейчас по платным подпискам и понятно, что не надо копипастить. Я взял, я что-то подкрутил, придумай мне 10 идей для, о чем поговорить с этим спикером. Он накидывает мне 10 идей. Я смотрю и думаю, о, вот эти три я беру, вот эти две я еще докручу. Сделал он свое дело? Сделал он свое дело. То, что сейчас многие обложки создаются. Я думаю, ребята как раз, которые монтажом заняты. Я просто вот специфику до конца не знаю, но 100% сейчас люди, компании, бизнес делают ставку. Они вкладывают туда деньги, чтобы у них были компетенции. Кто не имеет компетенции, просто те же самые задачи выполняет дольше. А иногда людям не нужно то самое искусство. Нужно нормально. Задала вопрос, как лудит, но я вообще точно не он. И я понимаю колоссальность и революционность прорыва, и даже эволюционность прорыва. Но вопрос, он очень в узкой сфере. Условно, картина, написанная теплым, чуть, может быть, уставшим, или наоборот, вдохновленным человеком, и она висит на стене. И картина, пусть даже с каким-то убер-гениальным запросом и композиционным решением, но напечатанная. В общем, это что ли? В общем, ни одно другое не заменит точно. Я был на конгрессе молодых ученых, и там робот уже рисовал картину. Пока выглядит так себе. Но тут ключевое слово пока, потому что, возможно, эта технология будет развиваться. Мне видится, что чуткий человек всегда увидит разницу. Мне так видится. может быть, я даже ошибаюсь, мы уже совсем скоро разницы не увидим. Но вот то, что вы сейчас описали, я сам так хочу. Я сам хочу приготовить себе иногда яичницу, а не чтобы мне приготовил искусственный интеллект. Я сам хочу иногда что-то делать. И тут я возвращаюсь в состояние иметь или быть. если у каждого из нас получится возможность быть в моменте создавать, и это уже становится самоценным. То есть для меня важен не только результат, висящий на стене, но и этот процесс. Пока что, и я думаю, это, наверное, с точки зрения современных технологий невозможно, чтобы искусственный интеллект кайфовал от создания работы. И вот тут мы точно отличаемся. И если этот кайф передается, если эти смыслы передаются на картине, это импромастерство, и, может быть, какое-то случилось это озарение, он просто сделал жест. Я думаю, как понимать даже не надо, это прочувствовать. Красиво нарисовано? Красиво. Тебя устраивает это с точки зрения бизнеса, что это будет на карточке в этом банке так выглядеть? Устраивает. Все, задача решена. Там не нужны художники даже. Художники вообще много где не нужны, к сожалению. Но художник может сделать неадаптивную активность. Что это такое? Это значит, своим действием, тем самым, что он, может быть, непривычно для системы себя ведет, чувствует иначе. Пришло в IT-компанию художник, и он просто по-другому смотрит на эту задачу, на этот мир. Лежит на полу на кухне. К примеру. Как тренер творческого состояния иногда так делают. Не обязательно на полу, но на деревья мы лазим. Вот с генеральным деревьем, с IT-компанией мы правда иногда лазим на деревьях, сидим над прудом, ветка, у обоих страх есть, что сейчас ветка, но она такая. И я чувствую, что страшно. что в работе с бизнесом сейчас страшно. И через этот страх он уже с ним соединился, ему нормально об этом поговорить. И это о чем? Это мы создали какое-то непривычное для него действие. До этого полтора часа общались вот так вот в офисе, и я понимаю, что... А я запрос снимал на стратегическую сессию, и я понимаю, что вот не то, что от меня таят что-то, а человеку важно выйти помимо каких-то рациональных вещей на экзистенциальный уровень. Страх, переживания, зачем мне это все нужно? Блин, я же могу иначе по-другому жить прожить. Я могу быть оператором, а могу быть вообще совершенно другим человеком. Но я это, оказывается, выбираю. А если я это выбираю, может быть, я тогда еще вот что я хочу, действительно, как я хочу прожить свою жизнь? И тут встает вопрос про художника, как демиурга, тот, кто создает свою жизнь. И нейросети для нас в данном случае являются инструментами порой создания своей жизни. И вот в таком контексте я им очень благодарен, всем, кто создает. У Фрома прочитал, кстати, Эрик Фром, такой интересный там момент, он описал, что в какой-то момент, когда человек становится сверхчеловеком, по сути, нейросети нас могут сделать сверхлюдьми. то есть, они нам позволяют делать то, что мы раньше не делали. И главное, здесь большой риск, что сверхчеловек перестает быть человеком. Это вообще опасная идея, сверхчеловек. И вообще технократии, технологии, конечно, у меня неоднократно были переживания, что мы превращаемся в одну большую механическую звезду, которая будет смерть или чего-то такого, природы становится меньше, культура становится больше, асфальта становится больше. Чему вот учат тренеры творческих сцен. Это же не всегда про мастерство, это про то, чтобы напоминать, про мечтать, воображать, чувствовать, рефлексировать. И вот такой человек, который приходит в какую-то систему, если ему собственник бизнеса доверяет, то у него появляется вот этот карт-бланш, стать, что такое вирус, попадает в организм человека, это неадаптивная активность, он, по сути, может убить, но в нужной дозе он делает иммунитет сильнее, расширяет систему. И вот тут очень важно, как раз, для моей профессии, это стать неадаптивной, активность производить при этом, иметь четкое понимание, а зачем я здесь? Вот я в этой системе для чего? Ну, например, просто вдохновлять людей? Да. А если задача процветания в той самой креативной экономике, давайте обсудим, что для вас процветание, может быть, это счастье людей, может быть, это результаты, может быть, это баланс результатов, процессов, но если только смотреть на цифры, не знаю, 10 тысяч подписчиков, вот если мы не наберем 10 тысяч подписчиков у этого видео, все, конец, да чокнуться можно. Никто так не делает, ну, вот в этом пространстве. В этом пространстве. А есть люди, которые заряжены на результаты, на цифры, что, я просто, когда описывал менеджерский стресс, я же сам периодически являюсь инвестором и проживаю, о, я вложил там, не знаю, 100, 200, 300, 400, а что я получаю? А так, и какое-то такое напряжение начинается, а когда у человека стоит на кону, там, я не знаю, он ставку сделал, да, что я ставлю свое состояние на это, и он уже в какой-то момент забыл, что там был большой смысл, идея, а ему бы выжить становится. И правда, вот когда антикризисный менеджер приходит, ему иногда недотворческих состояний, говорит, раз, два, уволен, мы сейчас тут просто спасаем систему. А в какой-то момент люди понимают, у нас все, в принципе, тоже ок, но тут надо подкрутить эквалайзер. Вот здесь важно добавить творческости. Что это такое? Другой взгляд, способ проживания, входить в нужные состояния. И это может дать тот самый прорыв, который многие хотят. Потому что, ну вот правда, вот эти напряженные люди, которые сидят на брейншторме и себя выдавают, вот мы тут 10 идей от GPT имеем, мы сами вот таких три идеи. Вот. Мне кажется, это еще очень классная штука современного человека, это уметь одновременно думать и чувствовать. вот это вообще какая-то вау-штука. И если художник, у него есть замысел, там же промышление, это же не просто он кисточкой водит, у него есть образ. Не, не, композиция, это ключевое. Сколько отделов головного мозга задействовано, и в этот момент он еще проживает. Мне свойственно, иногда я замечаю, что, эй, где мои чувства? Я придумываю, но как только вот я еще соединился с той частью, я такой, баааа. И отклик молниеносный практически. Люди говорят, блин, видно, что это не какое-то просто подражание, это не просто исполнение, а видно тебя в этой истории. И это про то самое проявление, о котором мы говорили. Просто у кого-то есть амбиции проявиться на миллионы, а у кого-то есть амбиции проявиться, чтобы просто вы считаете здесь ключевой амбицией. Вот на выход на масштаб проявления это вопрос амбиций. И пассионарности. Вот если мы берем, люди некоторые, это тоже связано, что есть амбиции поменять мир. Я хочу сделать для этого мира что-то хорошее. Может звучать в голове у человека иногда это например, атомная бомба это хорошо или плохо? Возможно, благодаря тому, что появилась атомная бомба, мы все с вами сейчас живы. И вот тут это же правда вот этот самый путь, когда непонятно. Вот я сейчас делаю этот, говорю какие-то слова и может быть они кому-то причинят, скажут вообще не хочу больше ничем а может быть они кого-то вдохновят. И какое-то мое действие на большую массу песня, закон или еще что-то влияют на цивилизацию в целом. И тут разный уровень амбиций. Масштаб проявления это пассионарность и амбиции. А пассионарность это яркость? Пассионарность это вообще свойство человека влиять на то, чтобы делать действие, которое может изменить вокруг себя что-то. То есть мы живем сейчас в таком строе с таким приложением, а я хочу с помощью чего-то себя, действий, какой-то другой системы поменять в моем представлении к лучшему. Я думаю, что многие люди действуют, они думают, что это лучше. Тут еще этический момент пассионарности возникает. и я вижу, как некоторые люди правда начинают служить. Служить, и это не про какой-то служить компании, а служить миру. мой коллега, друг Сергей Березин, когда он выходит читать лекции, он говорит, я выхожу читать лекцию Богу. Он и говорит, в это время три человека сидит, или десять человек. Он включает перед тем, как выйти прочитать лекции для студентов, музыку, настраивается, слушает, соединяется с собой. Он прекрасно знает материал, вот оно мастерство знаний материала, он знает, как работать, как читать, входит в состояние и вещает. И я понимаю, почему в свое время на его лекции я вдохновился, почему я его пригласил в несколько проектов, почему мы сейчас ведем научные исследования с ним. Я уверен, что вокруг разных людей тоже картина, которая поменяла иногда, как песня меняющая, как группа Виктор Цой и группа кино, которые своими художественными жестами повлияло на поколение. Сейчас другие герои, кстати, это вечная история, что есть разные герои, мы по-разному можем оценивать этот хороший, плохой, добро, зло, потом история может быть как-то еще это посмотрит на это. Люди меняют, это свойственно, все они художники во многом. Отказываюсь от любых итогов. Что бывают нетворческие люди. Я тоже, кстати, так не считаю. Даже в какой-то момент человек может просто переключить свой режим жизнедеятельности. Другое дело, что у него есть черта. Мы говорили про длительное состояние, ему свойственно не импровизировать, ему свойственно идти по одному маршруту домой. а тут мы предлагаем а давай каждый день можем нашим операторам предложить вот такое всем зрителям в течение ближайшей недели каждый день я хожу новым способом хотя бы чуть-чуть изменяя свое путешествие домой. Из метро на машине неважно дать себе эту волю поисследовать пространство. и тут про проявиться человек, который проявляется он же еще в какой-то момент внутри себя много чего замечает. Мне кажется, вот это очень важно. Что такое проявить? Я сделаю кадр навел а потом его еще и проявляю и показываю мир. И вот это первое умение кому-то это больше свойственно, кому-то меньше увидеть мир или представить его а потом проявить. И например, театр, кино это вот эта сложность сочиненной синтетической для искусства, когда много людей кто-то все это связано. Иногда это в одном человеке. И ключевое тогда пожелание это быть художником вот или иметь статус художника. Это ваш выбор. но действительно выбор человека. Вот как будто для меня лично игра быть художником гораздо увлекательнее, теплее, а иногда как вы сказали, да, она и невротична, и все-таки откровенно иногда и психотична, вот, а иногда это что-то очень из здоровой части может происходить. И вот это быть художником это сформированные, на мой взгляд, это правда тренировка и черта, и можно начать быть художником и в 30, и 40 лет, и в 50, и вот всем ученикам вашей школы, всем зрителям я желаю, что художник, понятно, что можно, я 10 минут художника, когда я беру кисточку, ну вообще-то я демиург, я создаю эту жизнь, и яичница, и кисточка, и это становится чертой личности в какой-то момент. И что вы сейчас на меня не сказали, вот так вот связать, я все равно буду внутри себя импровизировать, мне это свойственно. Это про какой-то стержень еще внутренний, что быть художником, это правда внутренний стержень и опора видеть мир и проявлять его. Когда мы говорим уже про искусство и про творчество, что это же может быть научное творчество, инженерное творчество, это может быть изобразительное разнохудожество, статью написать, действительно, это же тоже творчество. Вот этот баланс технологии творчества позволяет находить то, что откликается иногда у массы людей. Вот мы сегодня несколько примеров сказали, да, там массовых кумиров или людей, которые не особо откликаются. Кстати, один такой вот момент сейчас задумался. У меня есть чек-лист, по которому можно иногда задать себе вопрос. Он звучит так. Этому сейчас время, этому сейчас место, два пункта. И если я могу сказать, да, сейчас время тому, чтобы я взял кисточку, краски, сейчас место тому, чтобы я взял и зарисовал это. Может быть, тот человек, который встал на голову, он тоже задал себе этот вопрос и это сделал или бы интуитивно, или бы прямосознанно встал на голову. Не для того, чтобы спровоцировать, а для того, чтобы просто в этой реальности так проявиться сейчас. И я вот замечаю, что какие-то вещи ко мне приходят не сразу в жизни. И мы можем на что-то очень материальное посмотреть, а можем и на что-то духовное посмотреть. Но не все с первого дня своей жизни начинают медитировать. А кто-то вообще не начинает. И не все с первого дня начинают зарабатывать. И вот что-то, если я в контакте с собой и с миром, то оно начинает приходить. И это не какая-то эзотерическая чепуха, это вот прям просто можно объяснить. Я на что-то настроился. А дальше уже техника. Хочешь быть богатым, общайся с богатыми. Техника, иди в нетворкинг, общайся, смотри, как они думают, получают некайф. Хочешь проявляться как художник, найди именно тех художников, которые тебе откликаются. Это художественный мир очень широкий. Есть жесткий мир, который скажет, это вообще ерунда. А есть тот художественный мир, который скажет, мы тебя поддерживаем, держи руку. Как родилась вообще задача создать такой чек-лист? То есть вот это тоже свойство личности, например, не всегда понимать, к чему место, к чему время? Да, свериться, потому что мне свойственно придумывать. люди умеют обесценивать. Она просто не время и не место. Или вот художественная работа, вот ей сейчас не время и не место. Например, материться не время и не место в этом подкасте. а вот в некотором месте я могу вставить это словцо, которое точно подчеркнет и даже создаст некий образ. Есть ли личные у вас критерии вот этого контакта с миром? Ну вот вы говорите, когда я в контакте с миром, ко мне приходит то, на что я нацелен. Духовный рост, материальный достаток. Да, я сейчас разделю тогда опять же на текущее и на длительное. Текущее это в моменте я прям эмоционально, физически я ощущаю, что я на своем месте, вот прям физически проживаю. Ну это понятная фраза. И это же про переживания и можно сейчас выйти в соседний зал зайти, ой, извините, я не туда зашел, а можно зайти в какой-то случайной дверь и сказать привет, заходи, может у каждого было такое, вы куда-то зашли, он говорит, сразу на одной волне. И вот что такое волна? Резонанс. Тут я предлагаю конечно же физиков сюда вызывать, которые про резонанс гораздо больше расскажут. И мне всегда нравится спрашивать у ученых, а как второй закон термодинамики связан с, например, с творческими состояниями. У меня есть знакомый, методолог, он после моего вопроса в одном чате вышел из чата со словами, что вы тут дичь несете. Через полгода в другом чате, мы же в разных чатах общаемся, тоже очень удобно, он пишет, слушай, я недавно своему восьмилетнему сыну, объяснял одну историю, и тут я понял, про физику он там какой-то закон рассказывал, простыми словами, говорит, я понял связь, и начинает мне про энтеропию рассказывать, то есть мне сложно сейчас это передать словами, какие-то термины вставляет, он говорит, я увидел связь, ну не время и не место в том чате для него было услышать, а в какой-то момент он понял, ага, есть, а вот на длительной дистанции, я думаю, что хороший показатель это еще успех, это не будем сейчас развивать тему, какие бывают разные успехи, но я могу субъективно оценить, его можно сообщество, мир признает, что человек правда реализуется, что свой талант он развил, это смелость нужно развивать свой талант, иногда проще пойти по другому пути, я первые несколько лет чаще всего получал фразу, нам не нужны тренеры творческих стадий, нам нужны тренеры по продажам, я получил около 100 отворотов-поворотов, я переехал когда в Москву, в Самаре тогда вообще сказали, слушай, ладно, ты что, нам вообще сейчас не актуально это, а здесь мне некоторые люди откликнулись, говорят, да, мы знаем, мы знаем, что это придумали атлас новых профессий сколковым, прикольная идея, кто-то сказал, давай попробуем что-то, но вот эта вот вера в то, что я еще делаю, исчитывать сигналы извне, тонкие сигналы, например, что кто-то говорит, просто заметить иногда, что кто-то комментарий, один из тысяч человек написал, это вообще-то мою жизнь изменил эфир, спасибо вам, и для меня это важный принцип, что вот если мы сейчас поменяем чью-то жизнь, вау, мы в лучшую сторону, да, это как бы, можно сказать, это же побочный эффект, не знаю, не знаю, может быть, в этом и смысл. Может быть, но кроме того, я здесь услышала для меня важное, если не ключевое, про то, что вы получили 100 отказов, а значит вы 100 раз делали подход к этому снаряду, а значит все-таки 100 раз проявлялись, и вот это проявление и проактивность, наверное, это тоже очень-очень-очень важно, чтобы все получилось и закрутилось. Да, и почему иногда в нашей жизни вот нужно вот это взрослые там родители или там наставник, или тренер творческих состояния, или любой другой специалист-психолог, который может аккуратно подсветить, а что подкрутить, вот если бы был тогда человек, который бы знал этот путь проделывал до меня, он бы сказал, слушай, вот тут уже нужно по-другому, не надо вот в третью дверь одинаково заходить. Вот сейчас мы уже понимаем, да, что как можно себя позиционировать, как заходить в одну дверь, в другую, и я думаю, что художникам это хорошо тоже найти своего мастера, и мастер это человек, который правда делится не только мастерством, как нанести там штрих, или сделать, поработать с краской, о мастерствах жизни художника, и по сути у нас разные мастера, я вообще верю в мир сильных людей, которым я могу найти, подойти и настроить эту связь, и себе, и каждому желаю мастера в своем художественной жизни. тоже желаю найти своего мастера, найти своего учителя, фигура учителя очень важна для любого творческого человека, и для художника, мы об этом много говорим, и на сайте interclass.com большой выбор таких мастеров, с которыми можно, у которых можно найти отклик на именно ваш творческий путь. Лев, спасибо вам большое. Это было очень необычно, и я прямо чувствую, как у меня сейчас образуются новые нейронные связи, и уже это результат, и классный результат, спасибо вам большое. А как вам беседа? Были какие-то ожидания? В какой-то момент я понял, что меня понесло, и я прям почувствовал, что причины следственной связи не всегда выстраиваются, и я такой, ну сейчас я еще чуть-чуть договорю, а потом подвыдохну. Просто когда с какой-то регулярностью хожу там на подкасты и видеоэфира, понимаю, что не хочется произносить одно и то же, и я себе позволяю выдать что-то, и я сказал какие-то вещи, а уже потом, когда структурировался, я прям почувствовал, что я там поймал сам себя тоже, то это стало материалом, и вот чтобы создать этот материал, нужно было хаоса добавить, и на мой взгляд, мир, создатель, это хаос и космос, космос порядок, дословный перевод, хаос, беспорядок, и вот этот баланс неадаптивности, адаптивности, космоса, хаоса, я его сегодня прожил, и даже любопытно потом будет посмотреть, сколько было хаоса, сколько космоса останется после монтажа, что я для себя взял, то я сказал не повторяться, увлекательно, правда, в какой-то момент задать себе вопрос, слушай, а правда, почему, не просто выдавать какие-то знания, сегодня я прожил несколько раз, когда какие-то мои фразы, которые, может, где-то я уже произносил, начали между собой соединяться, они до этого не соединялись, и сегодня, я сейчас еще думаю, я дойду, после вкусии будет, я там попишу в дневнике, да, ведь дойдите дневник, сами эту практику использовать, я не могу себя заставить, дневник, это вообще, вот, посланные нам всеми теми, Кириллом и Мефодием, спасибо Кириллу и Мефодием, и все, кто придумал бумагу, ну, еще спасибо вашей самодисциплине, потому что все равно, это, я скажу, у меня не самая высокая самодисциплина, но я чувствую тот момент, когда пора, и, ну, у меня там десяток дневников разных эпох, и где-то это прям поддерживающая история, и где-то я прям пишу намерение на этот дневник, у меня вот в одном дневнике есть, хочу изменить к лучшему жизни 10 миллионов людей, к вопросу об амбициях, к амбициях, да, и там еще цифра, что я заработаю кое-что за это, и подумал, почему бы это хорошо все это соединить, и вот я понимаю, кстати, этот дневник все еще ведется, то есть их несколько, и он еще пока в пути, нас туда, вы как это, на фюзеляж нанесете? Абсолютно, спасибо, что пригласили, спасибо, что пришли, для этого нам нужно побольше просмотров, и пускай все эти вихри, которые сегодня создались, я тоже за то, чтобы резонировать, пускать волны, а там уж как оно, как откликнется, хочу, кстати, сказать, несмотря на то, что в основном речь шла о критике, теплых и поддерживающих людей в рисующем сообществе гораздо больше, теплых и поддерживающих комментариев, которые как раз формируют смысл того, что мы делаем, я думаю, что мы бы давно уже все в нашей маленькой этой компании и повыгорели, и поиздались, но отклик от тех, кто меняет свою жизнь, благодаря в том числе нам и нашим преподавателям, он, слава богу, и постоянный, и теплый, и смыслообразующий. Как раз когда мы говорили про выдох, почему? На вдохе иногда сложно заметить эту обратную связь положительную даже, то есть если я просто шарашу, 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 чтобы просто встретиться с теплыми словами, мне тоже надо замедлиться, и тут вопрос еще, у кого какая скорость, вот мне важно иногда оставить телефон, замедлиться, встретиться и услышать, лев, то, что ты делаешь, важно. Как бы без телефона услышать лев, то, что ты делаешь, это важно. Это же как тот самый человек на голове в троллейбусе, в какой-то момент эта фраза вылезет, просто она же есть во мне, просто она чем-то заложена. Лев, спасибо вам за то, что вы делаете, до новых встреч. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok